все ребят 60 fps выставлено качество великолепно кибет заходим смотрим что у нас по ставочкам здесь поставочкам у нас соответственно ну что бомбера так что надо обменять мне чтобы не было эти фантики чтобы было проще хотя там и так так и так фантики так бомбер против кого у нас первая игра бомбер против сиральщика так вот у нас графика но я думаю что минус северо-американский сирал здесь интересно выглядит потому что ну он очень неплохой зерк на него запилю один фантик 1 доллар мана против бомбера дальше будет там по моему изи для маны просто абсолютно вот стрим планируется до конца этого турнира я не знаю сколько он пойдет но сегодня будет 6 вот я вам даже сейчас по кибету покажу 6-3 если форс-мажоров не будет будет в следующем порядке они идти бомбер против сирала потом бомбер против маны потом сирал против вердос потом бани против вердос потом скарлет против маны скарлет против бани короче сегодня будет очень интересно смотрите не пропускайте всех сюда зовите ребятки будет очень круто так переименовал все вам спасибо за поддержку как обычно благодарю всех за нее был я на выходных семьей уехал на пару деньков ну там чуть меньше чем на пару деньков с недели начинается все скоро переезд сейчас какой день например завтра послезавтра будет время схожу я вебку посмотрю куплю вот скарлет это конечно та который ты думаешь так что вот так вот так если будешь регистрироваться тебе будет не лень делать так кто делает это через кнопочку черную в описании гудгейма ниже канала моего кибет или рефералку на sk2tv ссылочку поехали бомбер затащит бихудрис может быть бомберы затащит но мне кажется стирал может затащить бомбера учитывая что интернет сервера там все дела сейчас я как только игра начнется п поставлю хочется мне в туалет отдайте быстренько отойду от 1 starcraft и было не отвлечься как-то давайте-ка немножко fp от бомбера посмотрите сейчас я вернусь эсэм готов эсэм готов эсэм готов Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Улучшение завершено Все, я вернулся, ребят, сейчас только на Team Liquid Добавлю свой стрим Как-то странно, вроде бы Я менял на StarCraft Brood War Стрим свой Что-то нихрена не поменялось В итоге Нет, там я Чтобы Brood War стримить Вроде как выставлял, но Brood War как-то криво Реально выставился, насколько я вижу Ну что, ребят, уже третья минута идет Здесь у нас Реактор порта StarCraft от бомбера Бункер есть, пробивает камни Ну здесь правильно, они еще очень сильно Прям мешают Как-то нужно их уничтожить Сирал что делает? Сирал делает мув, лейра пока нет Вижу, третья хата Прямо в центре на зублоте пошла Интересна эта карта тем, что Тем, что в центре камни есть Из-за которых дольше идти Сирал, кстати, вплотную Прямо к оппоненту Фактически золото ставит Ну как-то нагловато здесь Что же дальше будет? Дальше Роуч Ворон То есть, видимо, Роуч и Реводжеры Будут на золото защищать будет Так Что новые карты? Это не новые карты Ну, просто на Кибете Вот на этом турнире Карты именно подобрали Таким необычным образом Что тут есть какие-то из корейских лиг Здесь есть и стандартные Лотовские сейчас Здесь есть из Вола карты Еще Клауд Кингдом, например Такая карта Здесь есть и Сходца Карты, соответственно То есть, из всех трех частей Второго Старкрафта Фактически Карты здесь есть Ну что, бараки добавляются Сейчас Будет у нас Три барака Значит, мне что-то Реально У меня после первого Старкрафта Я пару дней сейчас не стримил И сейчас первый стрим По первому Старкрафту был Я сейчас второй смотрю И у меня как-то прямо Аж в глаза Как-то непривычно Бомбер обнаруживает золото Сейчас оппонента своего Начинает шатать По-моему, это минус база В тупую Сейчас золотая будет Так Роучий танк, кстати, видит А что, я не понимаю Сирал делает А, он хочет камни побыстрее пробить Чтобы дальше пройти Проходит мимо танка Делает реводжеров Сейчас Ну и как здесь пушить Непонятно Пока, если честно Контроль идет Нужно роучи подвести В реводжеров Они морфятся Очень хорошо морфятся Нужно прикрыть сейчас Кстати, Сирал ничего не теряет Очень грамотно Демодженных роучи В реводжеров Переморфил Здесь плюс два бункера Добавляют Нужно их, конечно же Минусовать сейчас Нужно заходить как-то наверх Чтоб танк так сильно не решал По бункеру Кидаются фаерболы Наверх реводжерами Танк прессует Бомбер не уконтролил Сирал пушит Но бомбер Кшу бункера Вычинивает сейчас По КСМкам попадают Фаерболы Бункеры падают В итоге Еще плюс один танк Его тоже, конечно Нужно контролить Сейчас Тирану 42 КСМки На 31 дрон Есть Либератор Сразу уничтожен Реводжерами Но реводжеры Вы знаете Эффективно их уничтожают Фаерболами Но экономика слабее Вот только Сирал Сейчас золото подраскачал Пуш захлебнулся И для бомбера Ситуация очень хорошая Потому что Стимпак Потому что Медиваки есть Танки есть Единственное Что грейдов нет Конечно Но у Зерка-то тоже Грейдов нет Так Не успевает Танк по лингам Залп сделать Ну линги Слишком быстрые Естественно Здесь успел Здесь Сирал Что-то не доконтроливает Чуть-чуть Золото Бывается Рабочих Сирал Даже особо Не пытается добавить Боевого лимита Все еще больше Ну вот сейчас даже Даже один Карта еще Посмотрите какая Здесь этим танком Просто Можно ну Вывести Просто из себя Абонент Дропать туда-сюда Тут хайграунды Везде Без Без муталецков Просто тяжело Его отогнать Даже один танк В итоге Сирал понимает Что для него Шансов каких-то Макро выходить Нет Он продолжает Пуш сейчас Кстати говоря Бомбер не особо К нему готов Лимита Боевого 55 на 39 Танк окружен Один Заходит под Мариков Марики пока без щитов Фаербулы Кидаются По танку Один проходит Но остальные нет Но даже Даже без щитов Марики на стимпаке Разваливает Сирал У нее слишком Не слишком много Боевого лимита Фаербулы не проходят Здесь танк все еще летает Все еще прирост выбивает Линги бегут Лингов он неплохо Очень забревает Третью ЦСшку Сирал пытается отменить Отменяет Не сдается пока Молодец Конечно Что не сдается Еще шансы минимальные есть Хотя лимита уже меньше Но рабочих на 20 Почти у Тирана больше Если как-то затупит Хотя как он затупит Щиты уже есть Да тут Уже практически 1-0 Но Сирал пытается Как-то что-то сделать Лэйр заказывает Нет Лэйр это-то вообще Бессмысленно Грейды нулевые Сейчас еще плюс 1 будет Но это золото в центре Наверное Просто бомбер знает Эту карту Судя по всему Сирал 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 Совсем ее не знает Очень слабенько Она не отыгрывает Пошел скан Ну что Реводжера линги Паербольчики летят Пытается по танку Попасть Особо не получается Этого сделать Бомбер И щетка Законтраливает Ну он просто золото Сейчас выбьет Постепенно Сирал Так В полной заднице Что по технологиям Что по грейдам Что по экономике Был А сейчас он вообще Остается В жутчайшей ситуации Здесь контр забегания Лингов идет Никаких шансов Сюда на тиран Наламываться Нет Здесь такой гигантский Лимит боевой Что вообще жесть Здесь забегания Лингов идет Но тут даже с приростом Хотя нет Бомбер решил уступить Отогнал Сирала Тут даже прирост По моему Достаточно было На этих лингов Негрейжинах Танки перелетают Ближе еще Прям под золото Так Дропается бомбер Загружается Видит реводжеров Аккуратней нужно быть Так Подходит био Танки дропаются Фаерболы на танки пошли Бомбер забирает Но одного подбревает Сейчас фаерболами Сирал Идет вперед Плюс один есть Сейчас 1-1 Уже грейды будут Золото падает Естественно Танки все еще летают Передропаются Пока Фаерболы Сначала Сирал Расставил фаерболы Потом очень грамотный бомбер В противоположном направлении Танки дропнул Чтобы не попасть Уже Чтобы лишний раз Не контролить Молодец Танки раскладывать Еще нужно Один танк Нужно забирать его Один на мувер Забыл забрать Но ничего страшного Здесь мимо фаерболов Летает Все в порядке Здесь ГГ абсолютно очевидно 1-0 В пользу бомбера Заходят Минусует ГГ Да нет Здесь такая карта Здесь такая карта Просто поэтому Танки и напрягают И карта Вот эта По-моему Насколько я помню ГСЛ То есть бомбер ее знает Сирал не знает Это и так корейство Как бы Еще Если карту Не знает Европей Совсем беда Ставочки Есть На кибете Это закрыто Конечно Можете делать Их Регтись Только через Мои Ссылки В описании Пожалуйста Вот и все Что я вас прошу Вот Через Сначала Кончится Бомбер Против Сирала Возможно Сейчас вторая игра Будет последняя Потом будет Бомбер Против Маны Но потом Вердос Вступает в бой Элегантный Наш боец Против Маны Исирала Против Против Бани Бани Простите Исирала Будет он драться Исирала Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Попытка прорваться гелионами от бомбера Попытка удачная, между прочим Очень хорошо кстирал, заметил, что дрон тут рядом ехал И куснул гелиончика То есть у него просто на удар было ТП в итоге Ничего бомбер не убивает Хорошая оборона от сирала Ноль рабочих потеряла 1-1 грейды пошли Рейнджовые, между прочим 68-57 по лимиту Рабочие добавляются Тайминг грейдов лучше, чем у тирана Третья база добывается Но сейчас сиралу нужно просто Собственно раскачивать экономику Добавлять роучи реведжеров Делать леер 2-2 Может быть на 1-1 даже пропушить Делать леер 2-3 Так, плюс 2 барака у бомбера Вижу арморе Под 2-2 грейды Ну так, как бы, вроде здание Интересно ставит, что Чтобы проходить между ними Но как-то они не прикрыты Все, и туреток Вообще ноль у бомбера Он понимает, что там нету мут Ну как, он видел, что Он видел, что делает сирал Сейчас начнет шатать дропами Кстати говоря, сирал пассивничает Сейчас по лимиту ситуация близка 1-1-1-1-1-1-1 Сейчас будут дреды Здесь у нас бараки добавляют Еще 3 штуки у бомбера Очень четко пока отыгрывает Очень четко Вторую атаку заказал сразу 1-1 сирала готова Кстати, есть ресурсы Пошел, пошла вторая атака А вторая атака Первая, точнее, вторая атака Нужен заказывать второй армор Так, роучи ждут медиваг Медиваг пролетает Не дропается бомбер Естественно, 131-109 По лимиту Почему атака-то только? Где армор-то второй? Сирал не заказывает, почему это второй армор? Играет не голых роучи реводжеров В тупую А как снут роучи реводжеры Микос Чтобы вовить И фаерволами наказывать Дропчик Сирал видит дропчик Минус марик Пять инфесторов делается Так, второй армор Сирала не закалывает Только-только заказывает Долго он что-то Втыкал Подбревает бомбер Эволюшиных Немного пятую хату Сирал уже ставит бомбер На трех базах Си 170-161 по лимиту Собирается бомбер выход Делать ошибка от бомбера То, что он танки не добавляет Почему? Потому что С микозом роучи реводжеры С равными грейдами На самом деле Тирана развалят Но вот если Сирал будет попадать Правда микозами Пока он не попадает Здесь что-то 4 овера полетели Но они без дропов Они просто для контроля Туда полетели Сплит от бомбера Посмотрите сколько у него бил Просто жесть 77 мариков 8 мариков Хотя 80 мариков Отбить Это тоже мне кажется Фантастическая какая-то затея Сиральчиков Так, микозу нужно кидать Микозы кидаются Так, бомбер идет вперед Пару мариков попадают Под фаербулу Но только пару Реводжеры все Новая-новая морфица Бомбер стоит на крипище Посмотрите какой куча Вот блин Нужно ловить за такое Тиран как бомж Стоит в куче А зерк ничего не делает В итоге Когда тиран сплитится Зерк тоже принимает бой Нужно ловить Когда Так, микозы пошли Микозы кривые Но видно Что американский сервер Для Сирала Он сам по себе Попадает фаербулами Это 2-0 бомбер Видимо задержка есть У Сирала Это требует Такой микс Требует исполнения Исполнение очень слабое Ну а бомбер Грамотно все делает Тут ничего не поделаешь Ну все в равных условиях Сервер для всех Неродной Поэтому Это нормально 2-0 Ну что Бомбер против маны Будет сейчас биться Делайте ставки Господа Вот у нас кстати Коэффициент Чуть-чуть на бомбера Очень сильно увеличился Я чуть не понял Почему он увеличился Это так Это же Бомбер Сирала Товхлам развалил Мана Это вообще изи фраг Сразу 4 Запиливаю на бомбера Фантика своих Думаю Что Будет все окей Ну что Ждем начала Дальше Дальше вердос Будет после этого Бутри Да не закопочка Сирал Там бомбер В куче ходил Вообще в дикой Попадая Микоза Нормально Ну вот видимо К задержке Не привык Сирал вообще То есть у него Микоз Я вижу он кидает А марики уже пробежали Зону То есть они вперед вышли Он кидает по факту А нужно немножечко С задержкой Заранее кидаться Вот он промахивается А если ты промахиваешься Микоз этим миксом То и фаерболл И ты точно промахнешься Тоже Так что Смысла нет Что с закопочкой Только инфесторов Спасать можно Микоз Они из закопки Не кидают Ну что Манобомбер здесь Сейчас секундочку Я дверь закрою На ключ Чтобы не вставать Потом Микозомбер здесь Микозомбер здесь Продолжение следует... 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 Так... Кибернетка делается... Продолжение следует... 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 А, хотя у него помимо этих 4 сталкеров, собственно, нет оверчаж, чтобы камни побыстрее пробивать Ну, с оверчажем, конечно, гораздо быстрее они пробиваются Третий нексус можно до того, как камни пробиты, на самом деле, уже запиливать Всё, больше оверчажей лучше не выставлять Здесь КСМ-ка приезжает, видит бомбер, что камни до сих пор не пробиты Так, буст всё ещё на робу 8 сталкеров есть у маны 1 циклон, здесь 2 танка У бомбера, кстати, танки идеально вот это перекрывают направление Тут один до сюда стоит Другой до сюда заходит, мана, попадает сразу под 2 танка Блинк-врыв провален просто начисто Идеальная оборона от бомбера То есть пришёл, то есть блинк делал вообще без зуба Ну, сделаю, когда блинк пришёл, бомбер законтрил хлам Конечно же, это не очень хорошо, лимита больше уже у тирана Посмотрим, что дестабилизаторы маны сейчас будут Ну что, стимпак, щиты, щиты позже заказаны, но стимпак дольше делается Соответственно, они примерно одновременно и будут готовы Так, здесь выбивает камни бомбер Сейчас мана на халяву в это время депушку прогревает Смотрите, пока бомбер там камни выбивает танк Так и в итоге не контролят бомбер Не видит, что ему до пушки ман на халяву убивает Здесь можно даже заблинкнуться под танк, забрать его просто уйти спокойно назад Тем более, не стимпака, ничего нету А все же здесь летают, на туретке чуть не отдал мана Бомбер сканет, всё-таки убил его Плюс 2 барака, третий нектус ман начинает добывать Лимит его очень-очень близки сейчас Я не понимаю, зачем, вот реально не понимаю, зачем мана делал робо-бэй Он не дестабилизат А, нет, 2 есть, 2 есть Кстати, возможно, для харассов с призмой будут они Или нет, просто для обороны Нет, харассов не будет Адепты залетают, кстати, 40 атаки Адептам делать Бью сразу, кто-то так мана не стал делать Стимпачится бомбер, будет ли выход или нет, я не знаю Но призма может очень неплохо сейчас ворваться Учитывая обстоятельства, что бомбер идет вперед Здесь есть и дестабилизатор, здесь есть и иммортал Кстати, 2 робо-гейта у мана 4, 4 гейта, 2 робо То есть микса пока нет адекватного Начинает с харассов, 4 ксм минус Адепты на вторую базу идут Ну, блин, конечно же, мана забирает их Призму увидят, какое гигантское количество юнитов у бомбера Здесь находится, 130-32, 129 Но призму теряет мана Просто царь вообще Улетел сюда и встал против тирана Ну, молодец, что корейцы любят таких теплых Как мана в данном случае Минус призма 14, это еще раньше, чем 14 карта отыгрывала Так Сникодская карта, это уловская Еще карта дестабилизатор Ох, неплохо, мана часть юнитов у бомбера подрезает Билды неплохие Имморталы есть Ну, непонятно, убивает здесь мана оппонент свой или нет Имморталы дерутся очень неплохо Танки бомбера возят 140 маны, 119 бомбера Мана-то против бомбера Я думал, что у стирала есть какие-то шансы Но мана-то вообще в последнее время невнятно играл И я уверен, абсолютно, что мана как-то вообще не может, не сможет ничего сделать против бомбера Но мана, посмотрю, тут как-то еще рыпается, даже брыкается Это ничего не значит пока, что он прям победил Но четвертый нексус пошел Ну, а третьим даже газ не запилил Чаржа нету Адептов, конечно, больше, дестабилизатора Но мана такой жиденький микс То есть, если бомбер как-то это все развалит хотя бы раз То все, это гг-мане будет И вот как раз гост-академию бомбер ставит сейчас Гастами собирается побиться Заходит мана Бомберочка отступает Ой, как? Как? Офигеть Не, ну это 1-0 Просто флам Просто флам Бомбер вообще сплита не имеет Уничтожает все к черту Что-то для бомбера нифига не изи Ну, а это не значит, что он проиграл Сейчас соберется и развалит Так, ребят А уже новость, анонс есть 30-го числа будет интересный шоу-матч Приходите смотреть Приходите болеть Вот, скидываю вам ссылочку с новостью Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игра приостановлена Игра приостановлена Субтитры сделал DimaTorzok Так, что-то там с картами Как будто бы натупили Ну что, сейчас будем рываться Так, сейчас, секундочку, ребят Так, присоединяемся Игра приостановлена Пользователь ГГБРО активировал Премиум на ваш канал Спасибо, ГГБРО Спасибо, ГГБРО Тебе 1-0 мана Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, мана Грид Бомбер Очень хорошо с ним на камдремхаке Поступил И согласился на переигровку Когда, ну там, в выигранной игре Абсолютно Корейцы, что, выиграл еще раз Ману, видимо Домбер Удивлен, что ты помнишь Ну, в общем, нет Ну, что, мана Нексус После ГИТА Киберначик сейчас будет Я уже все сказал, что было Только что Ну, что, ману Да нет, мана Ну Не единственная адекватная Но мана очень манерная Игрок такой прям Молодец Ну, что, стандартный бункер На лоу-граунде Третий цешка у бомберов Факта Строится мана Что Мана Как будто А, нет Это адептум Он проверяет 31-25 Парабам Третьего Нексу Пока нет Старгейт У маны Три газа добывается Хэппи Хэппи Он мая Кто-то сказал Почему хэппи Нет, хэппи За этим Замечен Не был Такими делами Хэппи Своеобразный Конечно Игрок И человек Ну Бэмит Я не припоминаю Что там кому Бэмил ВК-3 Анманер Ну да Я помню Там Что-то Там Не Даже Кореш Мой Который Старкрафт Бо играл Говорил Что-то Он Там Хэппи Смерть У него Никнейм Как-то Был На ладере Что-то Он там Бывало Там Пригорал Так Минус Риппер Так Прилетает Оракул Всего лишь Одну КСМ Подбревает Мана И Марик И чуть Не теряет Оракул Он Пожадничал Мана Сейчас Марик Это Вообще Лишняя Цель Была Абсолютно На Патруле Оракул Залетает Медивак Минка В нем Сидит Здесь Адепты Нет Она Не успела Закопаться Это Очевидный Абсолютно Момент Фениксы Полетели Медивак Ловить Газ На второй Базе Мана Не добывает Здесь Один из Рабочих Обкусана Часть Минералов Вообще Не добывается Сбивает В итоге Медивак Оракул Демос Врубил Минки Забрал Минку Забрал Медивак Забрал Мана По лимиту Впереди Вообще По всем Параметрам Мана Впереди Опять Какой-то Для бомбера Так себе Начало Я вам Скажу Здесь Третий Нектус Все Добывает Все Замечательно Ну что Пробочка Приходит Смотрит Цц Нет От Мана А Цц Сразу Просле Прихода Пробочки Вылетает Вообще В итоге Мана Имеет Неверную Информацию О Происходящем Фактически Спускается Бомбер Био Сейчас Ман Зайдет Поймет Что Цц Есть Уже Но Он Не Поймет С Какого Момента Нет На Эту Битву Ставка Уже Закрыта Конечно Ну Вот На Следующие Можно Делать Естественно Так Ссылка Неправильная Ссылочка В описании Канала Еще раз Говорю На Черной Кнопке Моей Либо Репералка Как на Кипбете Выглядит Она Следующим Образом Вот Таким Вот Так Минус Смотрите Один По-моему Адептов Дова Отплевает Мана 126 137 В пользу Бомбера Племету Ревелейш На очередной Пошел Щиты Еще не Скоро Будут У бомбера Готовы Мана Заходит Минки Поднимает Это Не очень Приятно Для Бомбера Но Адептами В лоб Убить Хотя Прям Заманчиво Было Для Мана Так И он Пошел Вперед Сейчас Нор Отдался К сожалению Так Мана Подозревает Что здесь Лядом С ним Находится Аппонент 145 112 По боевому Лимиту Преимущество Просто Гигантское Контер Друг На призме Идет Ну здесь Бомбер Готов То есть Адепт Конечно Убивают 11 Еще Они КСМ Убивают Так Здесь Нафигеть Адепт Еще на халяву Три Рабочих Убил Пока Юнито Стоят На мэне Вроде Как Бомбер Отбивается 2-2 2-2 Делают Сейчас Вторая Атака Будет 1-2 Готова Отступил Назад И Госакадемия Пошла 2-2 Газа На третьей Мана Добавлять Еще 2-2 Тоже Заказывать Но 2-2 Упрутся Позже Чем У Тирана Это Вообще Прохлада Вот Так Что Тупой Ну Что 10 Движуха В центре 165 140 Немножечко Бомбер Ману Отпустил Мана Боевого Лимита Добавил Но У него Ни Дестабилизаторов Как В прошлой Игре Ничего Такого Нет Ни Шторма Чем Он Может Отбить Вообще Тут Гулая Био Но Его Очень Много И Адепты Не Справятся Абсолютно Точно 180 188 162 Бомбер Отступил По четвертую Решил вообще Пассивно сыграть Гасты уже пошли Ну с гастами вообще Хорошо будет разваливать Такой микс Просто в хлам Просто Просто в хлам Даже со штурмом Причем Будет он в хлам Его разваливать Так Сейчас Секундочку К градуснику Беру Температуру Померил Так Гасты Здесь Все Весь Лимит Бомбера Здесь 146 117 Мана На хай Граунде Я вот честно Гра Не понимаю Как Мана Собирается Ну да Шторм Добавил А сколько Штормовиков У маны 4 штуки А вот Все они Здесь и стоят 4 штуки Кстати говоря Один Вот здесь Вот Здесь Контр Забегания Делков Адепты Здесь Гасты Адептов Еще быстро Убивают Делки Еще заходят Гастами Надо отбивать А где Здесь Бил Вернулась Назад Развалил Все Бомбер Гастов 8 штук Уже Скан На 6 Часов Пошел По карте Мана Пилонов Наставил Для контроля Конечно Бомбер Сейчас Все подрежет У бомбера Все 47 КСМ За счет Мулов Качает Хорошо Сейчас Лимита Лимита В итоге Боевого Просто Намного Больше Мана Сливает Юнитов Таких Против Которых ИМП Просто В хламах Развалит Там Еще 5 Гастов Добавляется Их Уже 12 Штук Еще По Либератору Бомберу Так Вообще Ну Хотя Против Вот Такого Микса И Либератора Не Нужны То Особо Против Такого И С Гастами Справиться Вполне Главное Шторм Законтрить Тем более Поляк Все снимет И Адептам И всему ЕМП По Одному Псиштормовику Расточительно Со стороны Бомбера Стимпак Еще ЕМП Пошло Сканит Видит Где Псиштормовички Стоят Контроль Гастами Контроль Био Отводит Био Гасты Где-то Сзади Штормов Но Если В этом Проходе Драться Будет То И Два Шторма Могут Конечно Перевес Создать В пользу Протоса Может Двумя Штормами Чуть ли Не Весь Лимит Подбрить Демоз Просто Не знаю На тысячи Бойдет Бомбер Отошел ЕМП Мимо Обсервиров Минуснул Шторм Прошел Что Снайпер Шотит А Снайпер Шот А Снайпер По-другому Действует Я Что Думаю Что Бомбер Не Снайпер Шотит Теперь Не Так Просто Маяков Тирана Убивает То есть Там Пока 3 секунды Он Выцеливает Точнее Сколько Он там Выцеливает Пока 1.43 Секунды Выцеливает Шторм Можно Кинуть С первого Раза Правда Убивает Но 50 энергии Зато 25 было 153 90 По лимиту 3.3 Делает 2.2 Процесс На 3.3 Тирана Вообще Смешно Пятого Бомбер Добывает Планетарка Это Убить Не Получится Нужно Дожимать Уже Наконец Сканит Бомбер Видит Что Мана Без Абсервера Судя по всему Гасты В инвизе Заходят Можно Из инвиза Как раз Можно Снайпер Шот Хотя Штормом Могут Бить Инвиз Снайпер Шот Что Скан Пошел Заходит Бомбер И МП Кидает Отступает Гастами 120 На 200 Четвертый ПГГ Ждем Третью Вот это Уже Видно Что Бомбер Кам 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 Продолжение следует... 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 Не знаю, почему там... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Продолжение следует... 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 Ну что, как-то так сейчас будет, ребятки. Вот так вот. Так, ну что, все в игре вроде бы как. Коэффициенты, видите, на кипбэте, кому интересно, ставочки делайте. Вирдос готов. Сирал непонятно, готов или нет. Сейчас посмотрим, что вирдос сможет. Сирал, где какой-то аккаунт не свой. Платиновый овердос, на каком он тренируется, я не знаю. Хэпп, еще он гладер катает, я вижу. А что еще, не понял, GML лига не открыта, почему все мастера, я чуть не понимаю. Хэппи Го ФСК выиграл. Я видел, да, но я уехал к семье, так и на чемпионика не уехал. Кажется, жаль, что не постремил турнир. Ну, Хэппи молодец, его мы еще увидим. Фига, у него стат, 99, 13. Очень неплохо, я скажу вам. Хорошо идет. Титанчик, вы бы только посмотрите. 555 на 406. Это сильно, ребята. Вы говорите, Титан, сколько... Это, погодите, это сезон конч... Это с первого сезона у него столько? У Хэппи-то тут вон. Просто игр почти тысяча сыграно. Значит, Титан там тренится, что я могу сказать. А, скоро сезон закрывается. Сейчас как раз патч, я как понял, к сезону и будут привязывать. Это где адептам минус один дэмэдж уберут. Как это работает? У таких сезон. Патч, Ицаря. Это как общая песня. Ка 13-8. Огрison. А, Used pelин дэмэдж уберут. начинается игра поехали вердосик будет сейчас шатать либо вердосика сейчас будут шатать пока совсем не понятно где глянуть изменения была новость я не знаю уже ушла давненько уже было так ну что газет с нами не от вердоса пошел здесь гейт такой достаточно стандартный опенинг 10 пилончиком заблочил почему здесь хату блочить не стал не понимаю кибернатика прошла вот проход здесь еще какое-то здание будет как я понимаю третья хата утирала строится пул газ 24 линга пил он будет убит 2 на 3 точнее 3 будет на 2 заказ на тебя nexus овердос nexus какой-то очень поздний прямо заказа на деп почему странным уж stalker имела бы смысл заказать кэш сейчас на этой стадии еще один пилончик ставится привет это не товарищи с кимач ссылка в темах дня на данное мероприятие данный турнир не совсем стандартный там формат ну там все написано в общем то чё и как гейт увердоса не понимаю что за но это блин так ведь можно звание элегантности просто элегантностью растерять и звание элегантного вообще в принципе судя за застройка такая вообще странная суши не знаю за я-то запач не отвечаю просто писали что будут вроде как будут убирать на самом деле или нет танки в медивах я не знаю вроде как передумали вот сталкера сбивают овера что спалит у нас сирал ничего не спалит твайлайт овердоса на мэне овер минус здесь тоже овера нужно изи забрать просто сейчас два сталкера это изи и могут сделать есть семь лингов у зерга нет с того веру летел сейчас будет ли вердос выходить убивать пока боится но он не знает же сколько линк почему там 7 и не 17 может быть там 17 энигма привет вижу центре варпится есть три сталкер адаптики блинк заказан вердос он именно блинк не что-то там еще овер в районе 3 база висит будет сейчас уничтожен проходе из центре а конечно же вердос в центре не был вердос нервничает или что он делает зачем сейчас было фил выставлять он же стоит проходит линги не сгрызут центре в секунду прилетел оверчаж если что выставил пусть она пилит и все за залп центре и оверчаж убивают лингу так 6572 роба заказано вижу товар сталкеров еще то есть это под пуш будет что ли на сталкерах блинк с 3 баз не ну это совсем к это интересный бил чаще карта кстати грешу самое интересное и нету твердо ставит почему-то внизу сейчас не знаю почему отогнал лингов сил ноги здесь принимает лингов стираль чека еще раз они отдаются на ксил ноги сталкер стоит все контролит блинк скоро будет готов здесь у нас 6 ровущий 2 рейджера все что есть у зерга ура вам кстати вердос не остается лимиты боевые тоже очень близки получается 3 базовый блинк оборонительных принципе неплохо выглядит то тут пока по макро третий пилон твердоса зерк наконец спалил где база 116 90 по лимиту плюс один заказано ну плюс один зерга сильно не же решает тем более только заказан грейд ему долго делается то что вердоса до сих пор нет фаржи даже меня это беспокоит потому что без фаржи как-то тяжко начинается здесь добыча мазеркор под третью прилетел если линги будет вырываться нужно с нужно естественно мазеркором оставлять вертяж так агрессивные блинки от вердоса наверх идет реводжер и минус ровущий минус неплохо вроде как он дерется такое ощущение что ровущий разваливает блин контроль начинается приросту зерга нет поэтому вердос хорошо здесь законтроливает собственно мук ровущим доделся минус и ровущий линги врывается пытается подгрызть 2 сталкера сгрызает сирал хорошо сейчас их сгрызает нужно как-то было фокус этот сбить призма летит вперед 9 ровущий заказ на 7 есть но вердоса 13 сталкеров и призма подлетает но а где ресурсы все чуть не понимаю иммортал строится у вердоса зачем ему иммортал если он додавливал сейчас зерга фактически странно почти что элегантно да не совсем можно было на клике оппоненту убить вердос пришел и отступил в итоге делается чаш делаются иммортал но отгрыды у тебя не делаются счет и ждешь что такие безгрыдовые темы они как раз и рассчитана того чтобы сейчас прям взять его убить надо было значит почему нет то 113 129 призма что-то летает как бы зачем призму устроил тогда чтоб летать рядом с армией ну не знаю критиковать можно много конечно вердос тренится он как бы больше игры так почему медленный варп на какой а вот на это пилон варпит прошу прощения не заметил что здесь стоит я думал на ближние сейчас варп идет полетела призма залетает сейчас ровущий реважер все строят строить 127 155 уже третью четвертую прости хату сирал запилил призму призму пока не видит сейчас королевы только заметит и ровущий приходит призма отвел ну что почти готов чашу вердоса то есть помимо сталкера будет архоны сделками еще но против реводжеров кстати хорошо смотрится этот микс получается так нужно только не лезть вердосу вперед чего он и не делает собственно говоря до варп еще ровущий скоро будет чаш готов нужно с чашем выдвигаться а в сервер случайно попадает на фаербол где четыре ровуча заходили нужно принимать нужно отступить фаерболов ну очень много усирала ну ты чаш сделай архонов можешь делать а варпит сталкер оффердос все равно ну вот никак не понимаю таких тем блин ну переходи уже видно же что ровучи реводжеры зелки с архонами в клам раскатывает нужно как раз таки и делать их получается агрессивные переблинки идут от сталкеров но реводжеры фаерболами попадают сейчас часто очень как-то вердос идет с агрессивными блинками вперед реводжеров надо отфокусить то зелки проходят к реводжерам зелки очень плохо прессует и морков всего лишь один 102 на 148 по лимиту фаерболы ставятся сейчас вердос под них подпадает частью юнитов кстати говоря имморталы живут но сталкеров очень хорошо 106 на 125 вердос еще каким-то образом у контролил здесь но с 00 грейдами между прочим где призма то опять 700 газа 400 минералов все архона зелков в арпе и убьешь и опять стоим нет вердос зелков в центре варпе ну 700 газа ну ё-моё почему архон лимит есть архон и зелки все здесь четыре зелка на мэне сирал ждет все как-то не в попад получается сейчас 20 уже будет усирала то есть он вообще в хлам будет разваливать здесь нулевые юниты ну посмотрите газ до хрена всего один так но нет это 2 архон добавляется 138 173 сирал заходит вердос на ксилнаге стоит сирал приходит и отдает юнитов он сейчас фактически своих архонов нужно больше 137 169 ну почему к этому билду к этому миксу не добавлять хотя бы сколько-то градов фаржа надея на 11 минуте уже 11 минут игры прошло фаржа только плюс один начала делаться зерк 2 атаки как-то что-то ну не элегантно получается не знаю ну хотя как сказать без грейдов наказать вообще кишны элегантно да но если не наказать то уже и нет получается как бы так 3 архона зелки сталкеры иммортал микс хороший лимит хороший грейдов нет ни хрена заходит вердос под фаербол и частью юнитов попадает идет дальше ну обратиться позиция у зерга хорошая нужно как может зелков пару на четвертую послать что ли я не знаю фаерболы идут чуть сам сирал на них не попал до варф еще от вердоса с энтрями филды пошли сейчас два филда не очень хорошие вот вердос принимает бой и теряет вот он идет в атаку принимает бой отступает и на этом теряет больше чем зерк больше чем зерк то есть нужно как-то выверено просто вот опять позиция ужаснейший архон и минус и постоянно отходит назад самое интересное постоянно отступает сирал в итоге наламывается разваливает вердоса хотя вот казалось бы несколько раз игру эту никому игру эту мог затащить 8954 здесь абсолютно точная гг а плюс атака так и не доделась сожалению по нулям а юниты дерутся ну не знаю ребятка вердосу виднее у него свое видение как вода тут но я вижу что какой-то странный стиль сталкеры вначале на сталкерах мог убить отступить сделал чаш архива темпларов до архонов можно добавлять росталкер папе то есть какой-то момент вердос несколько раз игру то есть он он фактически всю игру весь всю игру эту вел и постоянно мог задавить делав правильное либо действие либо микс и действия правильно но вот как-то ни того ни того в итоге выходила не выходила ну а а сирала в свою очередь хочу похвалить за очень грамотное использование реладжер кэша фаерболу он ставит эти просто на ура как бы ничего вообще не сделать а 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 и а Так, вторая игра. Ну, даже, кстати говоря, что хочу заметить, даже если вот то, что я так критикую Вердосу, учесть тот факт, что да, там он карту не видел, там и так далее, там, хотя должно всё-таки это чувство быть, да, у игрока, но почему градов-то не, почему 0-0? Ну, 150 фажа, да, 100-100 хотя бы, чтоб хоть плюс-1 был, но не лишат же, там, Твайлайты, тем более, делай хотя бы атаку Прокусу. В принципе, у втором Старкрафте, особенно таким стилем, как у Верди сейчас можно обходиться, но ведь зергам же даже приятно драться с такими играми, пусть там юнитов чуть меньше будет, всё равно в атаку не идёт, всё равно идёт и отступает, но тогда грады надо делать, преимущество как-то надо получать, закреплять, потому что если ты на нулях бегаешь, то ты постоянно ставишь себя перед моментом тем, что тебе нужно пушить. несколько раз пытается пушить, но всё равно не получается. Делая грейды, ты хотя бы, ну, Твлэйт себя понемножечку переносишь, то есть там уже есть выбора больше, посидеть, там юнит как-то сделать, ещё больше грейдов от обороны, может быть, я не знаю, там, поиграть. Ну что, 1-0 Сирал, опять Вердос блочит вторую пилоном, Сирал заказывает третью, здесь два гейта, кибернетка. Странно, что просто многие ставят именно со стороны влёта овера, ближе к зергам, вот эти здания, почему бы не поставить снизу подальше, чтобы, хотя здесь овер так же сныкаться, может и всё полить с другой стороны. Пробреваю от линги пилон сейчас. Ну, стандартный на этой карте билд, а-ля как против Блая в финале Птидрога играл. Нужен пилон здесь. Пилон, конечно, рано Вердос поставил, потерял его в итоге. Сирал пробрел. Адептами нужно лингов догонять, наказывать. Что-то Вердос криво догонять. Сейчас ещё Сирал бить, бой примет с королевой, возможно. Ну, нужно ли сюда ломиться на третий? Нет, ничего вообще сейчас, обратите внимание. Дронов нужно шатать. Вердос видит дронов сейчас. Будет ли заходить на мейн? Нет, не заходят. Что-то контролирует. Странно как-то. Вот линга сейчас одного. Хоть линга подрезала, то хорошо. Ещё двух подрезал. Королевы здесь обрисовываются на третьей базе. Уже тяжело что-либо будет сделать. Заходят Вердос. Телепортируется куда? Телепортируется домой. Мазеркур есть. Пилонов пару есть. Сентриас сейчас будет готово. Здесь можно и закрыться уже каким-нибудь зданием. Я не знаю, каким Вердос собирается. Пилон снизу вообще ставится. Зачем пилон снизу ставится? Против лингов, понятное дело. Но сильно ли нужен он здесь? В чём вопрос? Ещё одна Сентриас строится. Овер залетает. Вайлайт палит. Вердос палит Овера. Двумя Сентриами можно и нужно сейчас забрать этого Овера. Здесь адептов вполне достаточно, чтобы отбиться. Так, лингов наминусовал Вердос. Овер ну в наглую залетает. Ну Сентриами сбей же ты Овердосик. Что ж они там на второй базе стоят? Боится, что видимо масс ринги будут прорываться. Ещё один Оверчарш пошёл. Сирал просто на... Ну вот этот оставил пилон, так что сам себя развёл на Оверчарже просто. Сирал прибегает, начинает кусать. Нужно ставить Оверчарш. Овера не сбил. Он улетает спокойно. Делается блинг. Ну может быть да, хладнокровно так и правильно Овера не стал сбивать. Здесь всё защитил. Может быть это даже и нормально, но... Так, опять такой же блинг через три гейта. Да, то есть видимо тот же билд от Овердоса идёт. Нужно третью там занимать как-то одну базу. Либо пушить, добавлять гейтов ещё. Линга вроде как выбил Овердоса адепт. Здесь два адепта контроля от района третьей базы. Пробки я не вижу. А нет, вот пробка поехала. Четыре сейчас будет. Нексус будет заказан. Да, да, да. Опять тот же самый билд, который без фаржей делал в предыдущей игре Овердос. Кстати говоря, Сирал сейчас просто настолько халявит. Посмотрите. Вот даже тем, что есть у Овердоса. Два адепта, три сталкера. Вот сейчас четвёртый весен три выйдя. Там три линга. Ну пять было только что. Можно просто нахрен... Хотя бы заставь ты его заказывать боевой лимит. Он рабочих там в наглую настроил сейчас. В наглую. База третья сверхпоздняя, но в итоге ещё и рабов. Большинность экономика нормальная. Оверы как у себя дома летают. Вот тут что он висит-то? Ну хоть одного сталкера. Ну что за хрень-то вообще такая? Заходят адепты СН-3. Не вижу. Где СН-3? Сейчас королев можно было отжать на халяву. Пытается спорку подряд сведёт. Сталкеры дома стоят. Вот все, ничего не происходит. Сталкеры стоят, Овер висит над базой. АПМ какой? 386. Ну интересно, интересно. 386 прямо АПМа. Но почему-то вот Оверу этот АПМ не страшен совсем на мейне Сирала. Так, транслист будет на спорку? Думаю, что да. Так, адепты против лингов. В итоге адепты без сталкеров на халяву 4 адепта отдаётся. Фу, смотрю и тяжело мне как-то, реально. Ну вот, а как Сирала-то выиграть тогда, если ты так играешь? Ну вот, если ты не то что плохо играешь, непонятно что делаешь-то ты просто, если сам. Увертяжен пытается Оверу разбить только сейчас. То ли заметил, только сейчас ему то ли внимание решил уделить. Имморталы строятся. Здесь Криптумора отменяется. Рал пробивает камни. Реводжеры линги у него. Ремита боевого реально больше становится сейчас. 117-96. Не боится. Он вернётся. Овердосу, смотрите, 4 адепты с литой лингов. Некому контричат. Реводжеры идут вперёд. Нужно упадить немножко назад. Так, паэрболлы пошли прям по Сентре попадать. Остальные не попали, правда. Так, Гвардиан Шилд на пилон 1. Ой, Гвардиан Шилд, Оверчаж на пилон 1. Оверчаж на пилон 2. Один пилон падает, второй пока живёт. Но Реводжеры очень сильно прессуют. 120 на 94. 80-80-80. Ну нет, шансы отбиться есть. Но здесь уже рабочие терпят. Кстати, рабов у Вердоса больше. Агрессивный блин под реводжеров пошёл. Парочку Вердос забревает. Ну вот и Мортл выходит. Сюда просто чаш с лингами архонов несколько сделать. Всё, это даже контролить не надо. На оклике развалит. Вердос велосипед какой-то, по-моему, придумывает сейчас. Все продаются. Тот же Псик Дрога, который DreamHug разтащил. Все сейчас делают такую тему. Здесь же надо что-то пыжиться, контролить. Игра выглядит реально как. Сирал играет легко и непринужденно. Делает какие-то стандартные вещи. Вердос пыжится что-то. Не понять, что делает. В итоге оверы висят тут на мэне. Адепты отдаются как бы придумывать что-то. И это просто не работает при этом всём. Ну вот как-то так выглядит. Ещё, конечно, в этой игре даже ничего не ясно. То есть шанс выиграть до сих пор есть. Ну вот так, Аксервер опять на фаерболе отдался. Вердос наварпил за счёт преимущества в экономике. Переварпил, но опять же нет фаржи. Что это значит? То, что Сирал тут рядом бегает. Кстати, он без грейдов бегает тоже. В этот раз Вердосу хорошо, что такое бикс. И без грейдов попится всё вроде как, но преимущество и закрепляется. Много реводеров здесь без прикрытия. Не знаю, что Вердос так сильно их боится прямо. По-моему, можно на агрессивном блинке сейчас их просто проблевать. Роучи доделывают ещё. Без лингов Сирал уже начинает давить. Неужели хоть Аксервер Вердос крип прямо под базой? Аксервер был потерян предыдущего. Сейчас Вердос построил. Ну, я не знаю. Неужели не видно, что там юнитов немного? Ну, тут одни реводжеры приходят. Будет блинк-то агрессивный. Любимый. Ну, видно же, что... И опять Аксервера потерял. Постоянно бегает Вердос, боится фаерболлов. Всю игру что делает? Бегает, боится фаерболлов. Блин. Аксервера опять нет. Надо новые заказы. Криптуморы на третьей базе уже. Сейчас Сирал обнаглеет прямо сюда. В рабочих будет посылать эти криптуморы. Лимиты одинаковые почти. Четыре иммортала здесь. Ну, когда атака-то будет на Вердос? Ну, сколько можно терпеть? Такой криптумов. Все, наконец-то Вердос идет вперед. Реводжеров минусует. Имморталы хорошо себя чувствуют. Фаерболлы проходят. Фаерболлы оттирала. ГГ. Флам сбрил. Блин. Ну, терпел, конечно. Терпел. Все, я обеспокоился. Но Вердос, конечно, момент очень прямо такой, как виртуозный выбрал. Ну, что. Элегантно, виртуозно. Пианист, все дела. Я выбрал и сбрил. Зря переживал я. Ну, прямо вот как-то видно, что видно, что стиль такой на грани от Вердоса. Реально. Чуть где подбреют побольше и все. Хотя, если чуть лучше он сделает, например, с адептами отдач не будет, оверу сбивать будет, наказывать, когда нужно оппонента. Тогда тоже он более жестко пробреет. Вроде как работает. Просто я не понимаю, на каком-то определенном своем лимите Вердос вперед идет или на каком. Да, у него нет всей картинки, что видим мы, но ведь как решение, каким-то образом же ты принимаешь, когда напасть, у Зерга-то тоже копится. Почему вот именно сейчас Вердос пошел? Хотя видно было, что он постоянно мог вперед пойти. То есть, там просто нужно было это сделать. Ну, не знаю. Надо у Вердоса интервью брать, спрашивать просто как и что. То есть, как бы, Антон еще обидится, что я на него гоню. кое-как скажет. На самом деле я не гоню, просто я переживаю. Но... Но... Реально какие-то проблемы с этим билдом. Так. Ну да, я вижу, судя по гивке, адептам эта балансная тема очень жестко закатывает. Я согласен с синглспейс, что можно самому прям отлично придумывать билды, но все равно нужно всегда смотреть, что другие делают. Почему? Потому что ты свой билд можешь просто сделать еще более элегантным, более великолепным, так как можешь что-то из чужого взять, перенять просто. И это вполне нормально, ведь речь идет о победе. для призовых... Так, записи нет сейчас. Ну ладно, запись. Хрен с ней с записью. Привет, Петр. Секундочку, ребят... Петр. Петр. Петр... так все я здесь кибернет ковердоса готова в этот раз нецус более стандартный после гейта был предыдущие разы как-то вердос перестраховался прям здесь золото усирала золото сразу начинает добывать карта кстати карта кстати в мясо вообще зерковская вы сами прекрасно это знаете было было об этом грилы многие мы посмотрим как вердосе она чисто зерковской карте будет себя чувствовать не знаю может быть иногда бывает что кто-то там вот для в среднем стиля всех игроков от вот так вот а кто-то играет по-особенному и для него в принципе карта которая другим не нравится устраивает вердоса видно что стиль такой не совсем как современная стандартность пвз то есть может быть против и против ну таких стилей зерка стулу там у него все нормально посмотрим но если он будет сидеть и опять пытаться вот как вот предыдущих игр без грейдов без всего его зерк убьет в лоб что сейчас 2 золото ставится за счет экономики то есть тут все-таки нужно именно выходом каким-то убивать может быть и с блинком даже без грейдов в базу повер на main залетает ну что в этот раз вердоса справляется за предыдущую игру почему потому что он не просто овера подбревает он два овера подбревает всех оверов которые залетели неприятно для сирала но тут здесь два золота и экономика просто невероятная вот он сразу переводит на золото еще рабочий 4037 по рабому зерга меньше но добычу сейчас вот какая-то золото начнет добываться добыча я думаю вперед выйдет у него и минеральная и газовая у него больше сейчас добыча вердос сам золото ставит да посмотрите по минералам сирал вперед выходит сейчас по добыче строить еще рабочих лэйр почти готов сейчас мув видимо ровущим пойдет вижу эволюшн один есть у него сирала здесь два пилончика вердос добавляет мазеркор висит скоро будет блин готов опять а четвертый гейт добавлять 4 гейта блинк клинк минус сирал ставит гидроден может быть это даже будет люркер дан не знаю потому что хотя судя потому что ровущий реводжер у него ровущий ровущий реводжер и гидра возможно будет усирала делается плюс один вот как тут я не знаю неужели фаржа вот ну хотя тут конечно вердос все под 0 тратит фактически в боевой лимит вот но так и руба у него строится кстати на третьей базе ну вот не знаю это всегда я сомнению под сомнение ставил такие здания ставить ну вот особенно на таких картах где постоянно прессинг сюда идет зачем ставить сюда это здание с тем более каких-нибудь стабилизаторов ты будешь делать поставьте его сюда выйдет он сверху может это и мортал конечно будет как прям в бой не шли до и мотал заказом тоже как вариант неплохо бустится 3 гейта вердоса сейчас нуроба одни одним то точно нужно забустить густом так принимает повердос фокус реводжеров пошел линги подходит сейчас хорошо принял бой лимита больше даже чем сирала сейчас отступает ну то в плане экономики кстати я кажется я немножко начинаю понимать суть вердоса билдов вот этих вот то есть он чугриды не делает ему нужен именно боевой лимит потому что он стандартно строит золото и чтобы не пробить он хочет просто сделать всегда чтобы боу лимит его от зерговских от зерговского не устава не отставал чтобы тайминг бас был очень быстро и не бояться пуши никаких ну по крайней мере на этой карте я вижу что это работает ну как-нибудь билды его можно граидануть все равно да я не знаю фаржа с плюс один это два юнита буквально это ничего не изменит тоже с другой стороны так пробиваются криптоморы так сирал вердос отгонять лимит одинаковый абсолютно подходит он кверху 4 х то у сирала есть крип весь выбил вообще нужно ли так опасно здесь ходить хороший вопрос люркер дэн делается нужно подводить весь прирост боевой лимит подводит вердос вперед так пилды пошли что за блин не пруха то такая ли прям напасть то фаерболы постоянно сбивают об сервера вердосу 149 159 лимиты близки грейдов нет пилон вперед вердос ставит собирается пушить сэн 3 все больше и больше ну какие сэн 3 против фаербольщиков реводжеров вот сейчас на этой карте идеального по моему сработал микс вот этот вот с чаржа архонами то есть сюда добавить их и все хотя с другой стороны все рэнджовое сирала идет вперед неплохо идет вперед вердос уступает минус 2 сталкера на фаербол медленно отступает 5 фаерболы пошли филд выбивается еще один пилон пошел гейд ставит сейчас вердос сюда давар пошел еще один пилон можно тут и на фаерболах обороняться все люра есть ну и что дальше а у вердоса даже опса нет это очень печально заходит под люру ой-ой-ой на стопе вердос видел же люркера что бегает ну что ж ты делаешь то без опсервера дерется с люрой вердос я молчу а что мне здесь сказать мало того что здесь люру видел еще когда она над землей была так она уже три раза атаковала это пол армии задемеджила вердос без опсервера агрессивный блинг на нее делает что это было то вырубил бед настолько боятся сирала что просто вообще мозг выключился что люди что я че я реально не понял все это было такое прям зачем агрессивный блинг тут у давлю рук она же только что колями по сталкерам дала так что там пул армии был желтым хп стал мне ну бред какой ну что вердос против бани не ну странно странно не знаю тут нужно вердоса спрашивать что происходит мани на канале пока не наблюдаются мани на канале пока не наблюдаются не Few там вырываясь в игру Ждём бани, ребят Сейчас я встану буквально на пару секунд Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну всё, я здесь... Вообще удивительно... На такой карте, где зерги прессуют, у вердоса всегда лимита не меньше было, Но в конце просто, я не знаю... Можно было бы сказать, что это... Например... 3-2-2... На вердоса-то коэффициент был... Вообще как бы... 1-22 насирало... Ну что это такое? Какие тут 3-2-2? Здесь самому выигрывать надо... Ну как бы эти ставочки есть, можете делать... Кому интересно, я чайник поставил, сейчас нужно мне его вырубить будет... На вердоса-канал, конечно, ссылку можно запилить... Вот... Но только на вердоса-канал... Так как он участвует в данном матче... Ну что, 0-0... Карта погибшая экспедиция, тоже из старых карт получается... aire вición, трамп-с... в воз feelo протез怪害 Gesch攤ских прибега... Амуне destruction... На вердосе-канал Ну что, баня А нет, он просто прокси проверил В разведку даже не пошел Так Прямо перед второй базой вердоса Риппер убил пробку Улетает, начинает регенеть Но сейчас еще выстрел получит Иллюзии можно еще раз вперед пустить Вердос пускает И заказывает золото прям в центре Что самое интересное Адептам пытается, не, не пытается Именно риппера поймать Золото заказал Баня что у нас? Баня полетел опять к вердосу Пробка уходит Пробка может отдаться сейчас Адепт заходит, здесь циклон один строится Так, ну КСМ-ку, блин, ну лучше бы просто Эскейп нажал Получается вердос КСМ-ку это поймает Это бесспорно, что вердос ксм-ку поймает Минус ксм-ку Риппер на мейне Минус риппер Два верчажа вердоса Аж понервничал Два поставил верчажа Ну что же, риппера забирает Циклон сейчас будет готов Два оракула у вердоса строится Будет циклон ехать вперед Нет, пока не едет Я вижу еще одного циклона Сейчас И с вердос здесь пилонов не наставят Его могут просто на золоте на этом же и убить Баня Пилонов пока не наблюдается Ну, со вторым оверчажем На самом деле Может, вердос даже был прав Потому что, если бы риппер спрыгнул Баня среагировал Мог бы просто не погибнуть Но там С другой стороны видно было Что риппер вроде как не улетает Вот здесь вот меня беспокоит Что пилонов нет Сейчас выход Два циклона маленькие Может просто прийти И так напрягать жестко Что прям вообще Так, третий Оракул строится И какие-то спешл тактикс От вердоса Еще один нексус ставится Что самое интересное Так, оракулы Адепты летают Сейчас адептами Надо попытаться на вторую зайти Здесь туреточка бункер Есть на мэне туретка Два циклона Марики Я бы сказал Здесь очень много всего Заходят адепты Кстати Так, вердос испугался Почему-то адепты У него телепортируются Хотя правильно Циклоны уже сейчас бы вышли Так, сейчас Подождите, ребят Надеюсь, ничего никто не отдаст За это время Вырублю чай Телепортация завершена Так, а не только вырублю Так, ребят Я здесь Все, я здесь Третий нексус у вердоса Так, зачем-то поднял Отпустил Ну, фокус Пробки сбил По крайней мере Потерял две пробки Ну, потерь, кстати У вердоса Минимум сейчас Здесь танк Еще добавляет Как же Банни Пассивно играет Офигеть Там уже три нексуса Сейчас У него даже стимпак Еще в плане Даже нет его Я не знаю Будут ли какие-то выходы Делать Сейчас Банни Но Если будет И вердос отобьется Это сразу ГГ Да и вообще Здесь живет Просто царский Сейчас Добыча выше Еще третий нексус Раскачается Еще больше Она станет Гейтов добавляет Опять же стиль Правда без грейдов Абсолютно Без каких-либо Про вебку Уже все сказано Добавить нечего Стараюсь на этой неделе Сходить Купить Ревелэйшн Пошел Ну что Ревелэйшн Он видит Сейчас у нас Вердос Рампу Но не более того Здесь Марики Циклончик Кстати Третья ЦЦ Пошла У Банни Делается плюс один Стимпак Наконец заказан Скан на мейн Проходит на мейне Густятся гейты Сейчас у Вердоса Открываются гейты Делается блин Возможно адептам Скоро будет Скоро стяки делаться А Раков Вердос не отдает Правильно делает По лимиту Уже впереди По добыче Впереди На 300 Уже 400 Почти минералов Ну я не знаю Тут надо брать Эту игру Безусловно Но еще не вечер Тиран Сейчас и стимпак Доделает И щиты Доделает Все он Доделает Вот И пойдет Вперед В итоге Плюс один Еще есть Тут 1-1 Уже скоро Будет Я не знаю Банни правда Армор пока Не заказывает Так Ревелейшн Опять на рампу Пошел Викинг жив И прекрасно Армор Оракула Третья Вот она Вот она Где Четвертый Нексус Вердос Золотой Ставит Прямо Ближе К оппоненту Как не делал Грейдов Так и не делает И стоит Сейчас на минках Просто Сидел Сидел Банни Реально Как это Описать Банни Сидел На месте А оппонент Пришел И сам Убился Банни То есть Банни Не нужно было Ничего делать Супер Поздний Стимпак Там Супер Позднее Все Но Так Отблинкнулся Вердос Но Одна минка Сплэшем Попала Четыре Сталкера Без полей Остались В итоге Пилончик Спривается Довар Пойдет От Вердоса Часть На медленный Пилон Юнитов Грейда На скорость Атаки Варпится Вердос Дерется Блинком Контроллят Сзади Полармия Стоит Вообще Не в бою Сейчас 113 126 1-0 В пользу Банни Судя по всему Вот Вспомнил Про то Что адептов Варпанул Вердос Мазеркор Теряется Оверчажа 2 Успел Вердос Выставить Ну что такое 2 оверчажа Они сейчас Будут Уничтожены Эти Пилоны 105 132 Ну оппоненты Конечно Сильны Увердос Ну как-то Ну я не знаю Очень невнятно Отыгрывает Что-то явно Нужно со стилем Со своим делать Ну неправильный Какой-то стиль Делает Играет без Грейдов Агрессивными Юнитами Там с блинком Сталкерами Ну какой блинк В ПВТ К черту Это агрессивная тема Ее нужно реализовать До определенного Лимита Терана До определенных Грейдов Определенного Микса Когда он просто Т жмет И окликом Пробревает Ну вот Квердос Сидит Не лезет Вперед Там Стимпак Сверхпоздний Вообще Ну как-то Контроля Много А эффективности Мало Что называется Печально Конечно Печально Захожу В игру Надеюсь Что Овердос Соберется Опять же Как и с зергом То есть Макро Начало Лимиты Хорошие Но толку Никакого нет Просто Никакого От этого В итоге А это Уже Совсем Печально Вердоса Вердоса В лицо Поэтому Он копит Блинк Сталкеров Без Грейдов Вот Если бы Баня Был бы Тоже Гусаром Элегантным А так То Заднеприводный Буржуй Тогда Бо Да А вот Так Вот Нету Не получается Не в обиду Баня Это Юмор Конечно Ребята Поехали GTR Ну я бы так не сказал Но бывает мне все равно интересно Как Так как я в него играл давно Сам Да и многим оно интересно Просто Движки Апгрейдживаются Игры другими Становятся Ну В БВ Смысл другой Как бы Ну не может же Игра вечно Как бы Ну хотя БВ живет В Корее Жив до сих пор Ну Игры другими ну шахматы сравнивать не надо для шахматы не нужен компьютер и электричество в принципе да это уже компании победить ток в ничью максимум хотя может это старая инфа может уже кто-то побеждает не знаю особо не слежу так простите ребят пожалуйста потери нулевые пока нексус вердос занимает бани ццшку занимать ццшка даже раньше факта на лабу судя по всему циклон будет депошка есть для того чтобы оппонент не провел адепта старкейт строит вердос видел ли бани да все прекрасно видел вердос не отменяет ну и что этот старкейт настолько очевидно оракул он и не очевидно это по таким билдом особо ничего не делает настолько очевидно и тем более ничего не сделает теперь вроде и в ничью нельзя подкорректировал алгоритм ну и какой смысл потеряется смысл практически ну все равно будут играть конечно ну что адепт приходит начинает депошечку здесь бомбить но по 9 демоджа но это долго он будет убивать рибер прилетает отвлекает адепта бани щас адепт хочет замахнуться у него медленная скорость атаки не может на риффера замахнуться в итоге депошку не сможет убить вердос здесь нужно реагировать на ход прямо стрелять прилетать баня то неуемный тоже так залпу пробка выезжает третий нектус бани хотел завлочить но не получилось в итоге вердос нормально третий нектус заказывает но у бани либератор ну здесь правда такая карта здесь особо не сныкаться либератор вердос двумя оракулами нападает циклон минус очень очень удачная атака с его стороны видите как разваливает просто циклон приходит еще но два оракула минус циклон моментально хорошее начало да это эгэгэшечка практически стопроцентная здесь у нас рипер прилетел на мэне либератор либератору нужно прогонять иначе оракула все преимущество будет потеряно но 21 ксм-ку точная точнее пробку не убьет у нас баня один оракул минус второй живой так либератора улетает реакция овердоса просто сверх какая-то слоупущная пилона на второй базе нету ноль пилонов на второй базе ну на третий нексус надо переводить еще раз прилетает либератор нужно отводить феникс вылетел почему сразу феникс не добавлен был не понимаю ну что либератор будет сейчас уничтожен 49 34 33 23 по рабочим 24 10 потерял убил сам 21 но можно было и обойтись без потерь таких больших так здесь два уже циклона так что два оракула не работают но так еще не понял происходит а вот все снизил можно на мэйн ворваться здесь туре это как не было так и нет я не знаю вердос пока не спешит никуда вообще врываться можно фениксом кстати знаете вы знаете как феникса оракула грамотно взаимодействует против этих юнитов например так же как против других раньше про сейчас феникса сюда приводим одного циклона поднимаем другого двумя оракулами забреваем то тот опускается забреваем следующего все например 3 цешка полетел 41 62 не но если вердос такую игру упустит то это уже точно нужно что-то в стиле менять до вар чьи до добавление гейтов идет пока гейт лишь один есть stalker 2 депошку убивают и убьют абсолютно точно таракулами нужно позицию занять чтобы вырываться туда например на мэйн циклоны возможно под пойдут депошку отбивать два оракула двух циклонов находят на фокусе может быть и убьют точно я не могу быть уверен в этом да убивают смотрите вполне нормально но один погибает стопроцентно на у циклона вердоса забрал одним оракулом улетел одного оракулу точно терять не значит сейчас добыча так понимаю у бани не намного меньше да не намного меньше она есть 1500 на 1700 делается блин делаются еще оракулу гитов не так уж много трейдник давай сведут 4 уже ставят к 4 так рано минус stalker циклончиком бани подбрил стимбак скоро будет готов 103 93 уже или по лимитам то примерно одинаковая ситуация гитов вердос добавляет грейдов как прошлой игре не делал так и в этой не делает у бани аж 2 инженерки работают скоро 11 будет потом 22 закажет естественно здесь минками свердос через этот проход пойдет сразу же будет разгромлен просто смотрите ой-ой-ой бам-бам ну я мая но вердос внутри 33 поэма 3 троечки блатное поэм чик номерочек блатной просто правда полезная поэму бани выше но у него 270 тоже ну куда летят оракулы то я не понимаю она вот сюда вот как будто случайно на карту просто жмет куда-то нажал полетели я не знаю две фаржи вердос добавлять решил макрос играть сейчас вот тоже где логика вот я не понимаю ты прилетаешь а неужели ты забыл вердосу сам забыл что вначале он сделал оракулы ты прилетаешь вначале и оракулами двадцать одну ксм-ку сбриваешь тирану ну ты же любишь блинк жать вперед блинкаться нажми ты блинк вперед просто построить из сталкеров там с трех по с двух я не знаю со скольки пойди убей зачем тебе четвертый зачем тебе равные лимиты вообще в итоге как бы не пошел здесь армор и сейчас 22 пойдет у тирана сейчас 1100 дерется вердос уже сейчас минок просто невероятно какое-то количество нужно уходить агрессивно а брать от от блинк сейчас на отступление пошел минок все больше и больше обсерверов вердос добавляет добавляет адептов микс сейчас что 11 делается это хорошо обе фаржи бустится от дропа обороны особо нет никакой где мазеркор вообще летает не понимаю я мазеркор а вот он на 2 висит мазеркор минок ё-моё смотрите сколько минок у баня если хоть там не за пару удачно стреляют будет такой развал просто либераторы здесь еще бьют и немного честно говоря здесь даже он боевого лимита у бани больше так как у вердоса рабочих беру фениксы где-то рядом здесь фениксы если ворутся минки вообще все развалят все баня отсек вердоса сейчас от второй басовый агрессивный блинк на минки вообще просто элегантный практически да не очень сталкеры все деможены бани стим пачется идет вперед на клике вердос еще по адептам минки залп получать фениксы отдаются отдельно короче баня громит по отдельности армии видоса все-таки он пошел вперед на минках та же самая ситуация что и в предыдущей игре преимущество есть причем большое сидел пришел баня убился об бане все то есть даже не даже нет попытки фактически подраться то нормально зачем инициативу передавать ну хрен знает не знаю ребят я не знаю я не знаю нихрена почему так ну ладно ничего не поделаешь будем надеяться вердос это еще не последние для него хотя 0202 наверно в плей-офф ему уже не попасть будет но еще играть то он будет скорее всего ну что сейчас у нас далее что по расписанию сейчас вам скажу по кипбету скарлетт против маны тумба не против маска скарлетт будет ну вот посмотрим как мана с барас бани сыграет он бомбера только что выиграл они труб бани скарлетт и мана против скарлетт бас бана не будет бани играть вот так вот сейчас и мана не фаворит со скарлетт которая всем сливает последнюю очень странный момент по-моему здесь мана просто изи и изи мана хотя коэффициенты просто поменялись не знаю кто-то наставил видимо но в данный момент сейчас посмотрите 187 мана все же не фаворит но фифти фифти практически ну что фантиков кибер фантиков чё блин 50 тук фантиков можно общем 50 не знаю почему на ману еще напилили сразу же я смотрю ну что ж ждем но это из то что мана выиграл бомбера это не значит что мана возьмет и скарлетт выиграет изи это же евро старкрафт жестокий и непредсказуемый это же не зная да 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, все, я здесь. Продолжение следует... Скалет скоро придет. Вот, скалет. Продолжение следует... Ну что, скалет присоединяется. Поехали. Ну что, мана против скалет. Скалет король... О, станция король Сиджонг. Не, ну это уже вообще совсем древняя карта прям. Посмотрим, посмотрим. Ну скалетсман и знаю. Вставочки на кибете есть, можете пилить. Ну что, шесть лингов строится. По сравнению с Ходсом упростили. Не знаю, то же самое в геймплее, я думаю. Минус пробка. Мана как-то тупо ее отдал. Линги бегут вперед. Нексус строится. Гейты еще не готов. Только-только первый сейчас будет готов. Нужно зелка заказывать, бустить его. Что мана, собственно говоря, и делает. Линги скалетсман забегают. Будет от меня сейчас нексус пытаться. Еще линги дотекают. Чисто по облаевской теме такой маны. Скалетсман играет. Но АПМ Неблаевский. 256. Это видно, что Неблая играет. Так, мана пытается отбиться от лингов. Ну, контроля здесь. Откусывает скалетсман сверху. Сейчас очень хорошо бегает. Она будет нексус фокусить уже до конца, что называется. Нексус падает в итоге. Неплохое начало. Нужно уходить отсюда. Потеря четырех лингов на нексус. Это очень грамотно. Линги уходят домой сейчас. Хата вторая есть, третья строится. Газ добывает. Скоро мух будет заказан. Уже соточка есть. Надо снимать с газа. Нафиг. Кроме муха здесь особо, наверное, газ ни на что и не нужен. Зерго. Мух пошел. Нет, Скалетсман считает по-другому, что газ нужен на что-то. И еще. Так, а что ман? Нифига у мана 360 пм. Откуда у него столько? Давайте посмотрим чуть-чуть. Что он же там такое делает-то вообще? Контроля достаточно быстро. Так, Старгейт ставится. Адепт идет вперед сейчас. Маны. Линги пробегают. Адепт по-разному стреляет. Никого не убил. 20 плюс лингов. У Скалет делается. Здесь загружен овер. 6 лингов в нем уже сидят. И сейчас еще будет пара сидеть. Но... Так. Мана видит овера. Нужно залезать. Ну, хотя нет. Здесь мана ждет. Третья нигзу Скалет изи отменит сейчас. Врыв на вторую базу. Два пилона есть. Мазарковый. Простите. Плюс оракул. Нужно уходить лингами. Это отдача просто полная сейчас. Отдает Скалет некоторых качеств лингов. Овер на мейн врывается. Вот. Еще раз линги на второй врываются. На мейне дробчика на Зилка и на Сентрю. Сентрю нужно фокуснуть. Ну, Зилка фокуснула. Скалет Сентрю добивает тоже. Там на второй линге отступили. 62 на 45 по лимиту. Лингов все больше и больше. Плюс коготь, между прочим, делается сейчас. И у маны очень-очень большие проблемы успекают. Стенки до сих пор нету. Похоже вообще на 1-0 Скалет. Я не знаю, как мана будет отбиваться здесь. Здесь нету энергии у Мазеркора. Адепты падают. У Оракула тоже энергии нету. Так, здесь есть Сентря. Филд пошел. Адептов спасти не получается. Оракул тоже этого сделать не может никак. Он может демоджем помочь. Сентря выходит. Сентря минус. Вторая варпится сейчас. Нужно филд на рампу. Оракулом демодж рубить. Демодж рубается. Хорошая тут фаршировка лингов идет. Очень много падает сейчас. Лимитов все еще у маны больше. У Скалет все новые. Новые линги дотекают на третьей базе. Скалет вообще третьего. Некто пока даже не видит. Но это ничего не значит. Адепт, как странно, становится. Демоджер еле-еле тут рампу закрыл. Причем пилон свой мана открыл сейчас, что его можно атаковать. Пилд пошел. Хороший пилон спасает. Нексус в итоге падает. 35-32. Парабам. Все новое и новое. СН-3 варпится сейчас. Сейчас Скалет проверит, что у маны третий Нексус, например, есть. И это точно будет ГГ. Пока этот Нексус жив, шанс какие-то минимальные, конечно, остаются. Но уже все невероятно печально складывается здесь для маны. Как я и говорил, Евро Старкрафт... Что тут говорить? Не значит, что выиграв бомбера, мана выиграв бомбера, это абсолютно не значит, что он победит. Сейчас возьмет Скалет. Так, оверчаж на Филон. Оракулы демо сейчас опять же врубают. На мэне врывается, овердропает 8 лингов. Нужно встретить. Две СН-3 не могут убить 8 лингов. Вот только одна беда, конечно. Так, оракулы демо сжибает. Пилон опять оверчаж. СН-3 новое варпится. Мана держится. Кстати, лимит почти равный. У Скалет рабочих больше достановит. Сейчас 3 хаты. Но здесь-то Нексус тоже живет. Пока-пока. Более-менее еще мана держится. Но уже очень скоро минус мана будет, скорее всего. Хотя так и не увидит Скалет. Третий Нексус. Это очень плохо. Здесь спорки есть. Здесь убить не как спайр. Пошел. Даже учитывая вот этот Нексус, все очень плохо. Так, стрелдон кузмана отбивается. Линги минус все. Можно феникс одного построить. Там 3 овера тупо висят сейчас на месте. Оракулы залетают. Один минус 10 дронов мана сейчас нарезал. Неплохо. 10 дронов это 11 даже. Это хорошо. 44-40 парабам. Ну вот, кстати, у Скарлетт газа вообще нет. То есть, муталисков не на что заказывать. На 3-й вообще газ не добавлен, что самое интересное. Здесь у маны нету ни ресурсов, ничего. Скарлетт лингами прибегает. 3-й Нексус. Прямо вот, смотрите, как рядом стоит. Да и можно предположить-то, что у Протса 3-й есть Нексус. Опа, Скарлетт обнаруживает. Да ладно, сюрприз. Пробки уходят. Минус 3-й Нексус. Мана даже не удосужился. Здесь никакой обороны. В остальное форжи нет. Какая здесь оборона. Он чисто рассчитывал, что на халяву сейчас 3-й будет добываться. И все. Так, оракулы выращаются. Филды неплохие сейчас пошли. А оракулы за лингами гоняются. Нужно на 3-м оставить сейчас. Здесь один злобный линг пробочку сгрызает. 12-минус. Линги все еще бегают. Мана неплохо. Ловят, конечно, но 4 муталиска уже строятся. И сейчас они вперед полетят. У маны 7 центрей плюс мазерфорд с оверчажем. Это все, что по лодку убьет. То есть мутку убивать фактически нечем. Вот уже муталиски висят. Лимиты, правда, равные. Если в скарлет землю игралось сейчас, то могло быть печально из-за этого Нексус. Ну, по земле в скрипцию и лимиты другие были. Но здесь муталиски, и с ними уже ничего особо не поделать. Верчаж выставил. А, нет, вот фениксов мана начинает сейчас строить. Муткой скарлет ждет, пока верчаж спадет. Да он не спадет. Тут энергии много у мазерфора. Нужно попытаться выбить. Пытается скарлить, выбить мазерфор. Выбивает. Ну, верчажа три штуки, по-моему, выставлено. Мутка уходит сейчас. Так. Что-то скарлет все отдает вообще в итоге. Слушайте, да так и отдаться можно. 74-91. 18 лингов муталисков. Правда, два когтя. Ой-ой, два когтя. Если бы мана раньше атаку сделал, эти два когтя ему были пофиг, потому что сделки из двух ударов бы шинковали бы. Но он не делал ничего такого. Так, гвардиан врублен, чтобы от мутки спастись. От мутки спастись не получается. Два феникса муталисков там ловят. 43-52 по лимиту. Феникс принимает бой с муткой. Минус феникс один. Мана криво контролит. Сейчас только фокуснул, правда, муталиска одного. Так, здесь оракулы с делками, с сентрями дерутся с лингами. Вроде как мана пока справляется. Ой, как с двумя когтями разваливают линги. Жесть просто. 66-95. Блин, игра, конечно, жесткая. Тут, конечно, на взаимных ошибках очень жестких причем. Но, тем не менее, до сих пор она продолжается. И это удивительно. У маны два старгейта. Сейчас фениксов все больше и больше. Заказывают архивы темпларов. Дожить бы до архонов. Вообще бы неплохо было быть, если плюс один. Да, плюс один скоро мана доживет в итоге. Так, оракулы прилетают. Делки прилетают. Фениксами муталисков разложил всех. 71-87. И до сих пор держатся. Вон там два муталиска пытаются свалить. Да нужно их поймать просто. И все. Линги опять забегать пытаются. Урублен дэмэдж оракулами. Здесь опять же прикрытия нет никакого. Баржа есть. Пару фатунок. Наверное, что-нибудь надо мани-то подставить. Двумя когтями. А, 2-1 уже. Даже не просто два когтя. 2-1. Грейды на лингов. Ничего не сделать. Так. Здесь Мазеркур у Верча ставит. На третьей базе. Как не было ничего, так и нет. 75-100. В итоге решает отсутствие грейда. У него юниты не грейжены и Скарлетт продолжает пушить. Так. Вроде восстановил мана третьей нексусовой. Месторождение минералов истощено. Ревелэйшн на лингов. Зачем? Непонятно. Лучше пора кола дэмэдж был. 98-131. Самое поразительное, что мана до сих пор не проиграл. Энергию фениксов нужно куда-то тратить. Уже на лингов. Поэтому мана даже не жалеет. Четвертая хат здесь добывается. Мейн вторая уже кончились практически. И все это время шел пуш. Такой вот со стороны зерга. Мана плюс 2 делаю. Уже один армор есть. Уже плюс 1 не решает в итоге. Там уже и свитч идет. То есть это будет люра. Газа ускалит уже штука 200. То есть люры может заморфить. Ну очень много. Практически из всех гидролисков этих. 750 газа. Это 10 люры получается. Там штук 15 можно будет заморфить. Маны много архонов. 5 штук. Даже 6 штук. Пилонов тоже много. Фотонов все еще нет. Ревелэйшн на 2. Криптумора важно вообще. 2 криптумора убил. Еще один ревелэйшн на нем и так уже стоял. Самое интересное, что на нем и так стоял. Ну мана, блин, фейлер. Вообще фейлер просто. 10 гидравов. Еще 4. 4 инфестора. Потому что не знаю, как там скалит вернуться. Решила на про уровни и на про. Сложный вопрос. Как с люрой будет мана драться, я не знаю. У него нету обсеверов. У него эти роботы у него есть. Но он не строит овса упорную. У него там призма. Вижу 7 люров. 6 инфесторов сейчас ускалят. 192 лимит. Нужно идти добивать наконец-то ману. Потому что пора бы точку в этой игре ставить. Заходит. Микс отменяет. Пилоны мана там не отменил. При этом все. Зилки полетели. Кто-то там харасит. Шторм будет готов через 13 секунд. Сейчас же. Так, ревелейшн. Еще раз на гидру пошел. Нужно аккуратнее быть без шторма. Лезть ни в концу. Нельзя 4 секунды до шторма у мана. Сейчас вот ток-ток он будет готов. Второй робо-робо-бэй. Ой, какие штормы ужасные. Врыв со стороны скалит. Минус вся гидра. Шторм на хайграунд пошел. Но грейды здесь 1-1. У маны... Ну, хотя у маны 2-0. Люра хорошо прикрыла. Штормы-то просто идеальные. Но люры мекоза очень много. В итоге скалит заходит и добивает. Ману все-таки... Ну, тут-то с такого преимущества проиграть, конечно, было нереально. Практически оно с самого начала было. Тут даже ошибка скалит, что игра так долго идет. Нужно идти дожимать. Эгэ, мана пища. Ждем вторую игру. Заходим. Д Morning. Ну, я делаю на Хайгра. Продолжение следует... 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 Прилетает Аракул. 11 дронов минус. Вот уже у Скарлет рабочиха поменьше стало. Какая-то нелепая, в общем-то, хреновина происходит. Скарлет непонятно отдается. Аракул убивает. 17 дронов в целом и 14 конкретно Аракул убивает. 51-62 парабам. Ситуация для Скарлет становится сразу же, мягко говоря, не очень. Интересная стенка от маны. Здесь вроде все прикрыто. Нужно лезть вот сюда, получается. Здесь всего один пилон, можно его сбрить тоже. То есть, нужно еще пилончик, наверное, сюда поставить. Хотя бы один же поверчажей побольше было. Короче говоря, все преимущества. Вот эти весь заказ рабочих Скарлет в никуда вообще. В трубу вылетел. Сейчас, правда, четвертая база и парабам все равно вровень становится. По потерям, вот, вы видите, 3 юнит на 25. Жесть какая. 17 дронов погибло. И маны что-то там по центру начали ходить. Чарж плюс 1. Архивы Темпларов делаются. Фениксы добавляются. Плюс гейты пошли в маны. Плюс еще 3. Здесь открыто. 9 я вижу, уже есть. Будет ли 10? Пока непонятно. Аракул летает. Лучше оставить. Пусть Ревелэйшн и кидает. Ну что, варп зелков пошел. Прилетает мана в карман сейчас. Зелки с плюс 1. Армора у лингов нету. Королева немножечко замешкалась. Сразу же была добита. У нее там на удар было. Ну что, нужно забирать зелка, а улетать. Что мана, собственно говоря, и делает. Ну здесь реводжеры есть. А что Скарлетт делает-то? Можно реводжером призму сбить. Сейчас изи просто. Прийти сюда кинуть 2 фаербола. 3. И все, минус призна. Так, армор. А, армор у лингов, кстати, есть. Зелки поэтому нифига. Они уже давно есть. Не разваливают. Все правильно. Я что-то не припоминаю игру, где 60 или 80 дронов Dark Nardisle. Хотя, что-то я такое помню, что было такое. Тогда даже, по-моему, у Нерча не особо пригорело, насколько я помню. Четвертый Никсус от мана. 131-145 по лимиту. Скарлетт устроит-устроит рабочих, постоянно проседая в этом компоненте. Хотя 17 новых-то не погибло в итоге с Харасом. Вот мана в центре. Арконы. 3 штучки. Зелки. 1 центря с полной энергией. 2 Аммортала. Криптуморы выбивает. Сейчас нужно идти дальше. Есть Оракул. Ревелэйшн очередной можно кинуть сейчас на этих юнитов. Будет кидать мана. Кончился же Ревелэйшн. Пошел Ревелэйшн очередной. Принимает бой. Филды великолепные. Ну как великолепные. Хорошие филды. Но филды-то филдами. Но, блин, центрей просто-напросто не уводит от залпа. Фаербола. Проводжеровский. Архончик принимает бой. Прям в лингах он оказывается. Микос пошел от Скарлетт. Нужно сваливать отсюда по Оракулу. Попадает сейчас Фаербол. Мана бегает на муви. Вот так вперед уходит. Сейчас Криптуморы подбревают. Здесь Криптумор не мешало бы подбрить. Но мана боится. Уходит просто. Не боится в итоге. Криптумор забревает. 60 дэнджик. Криптумор с первого удара убивает. Так. Архоны добавляются. Иммортал из двух робостроится. Здесь уже вон какой микс. Лимита боевого мана больше. Намного рабочих, зато меньше на двадцатку. Но это Скарлетт особо ничего не дает. Тут Грейтер Спайер может дать. Если Караптеров сейчас построит. Успеет Брудов сделать. Но мана не собирается ждать. Он вперед ломится. Он тут Архонов добавляет. Еще два дестабилизатора есть. Они у нее как помогут. Лимита даже больше. Четыре зелка забегают на пять. Но здесь только Крипта. Смысл так зелками забегать. Ка атака в лоб пойдет. Не знаю. Но хотя. С другой стороны. Ка атака в лоб пойдет. И у ЗРГ юнитов недостаточно. Значит зелки. Хоть как забегут туда нормально. Так. Хорошие фаерболы. Отскарят. Еще пошел. Как. Неплохо. Дестабилизатор сейчас разваливает. Хороший урыв от маны получает. Здесь два Архона с плетками. Двумя дерутся. Конечно же их уничтожат. Здесь от фаерболов вроде как увернулся. До варп еще зелков идет. 1-1 сейчас счет встанет. Зелков все больше и больше. Атаки две есть. И мана дожимает сейчас оппонента своего. ГГ пишет. Скалит. Но тут уже разгром какой-то получился. Но карта более стандартная. Тут как бы и полегче. Полегче. Ну что, решающая третья. И после нее последняя Бу-3. Это Бани против Скалит будет. У нас ТВЗ. Ну что, хоть сегодня-то какой-нибудь прогноз я правильно сделаю. Угадаю по стакам. Потому что все предыдущие наоборот были. Думал, что Сирал с Бомбером. Хотя бы не то, что выиграет, но побьется хотя бы. Сирал в 0-2 просто вообще в какашку. Думал, мана просто для Бомбера. Изи жертва Бомбер. Ману просто пробреет. Бомбер слил мане. Ну, Вирдос против Бани Сирала. Я там запиливал фантики свои. Понятно было, что они фавориты. Но не настолько, как по коэффициентам. Я думал, Вирдос как-то получше отыграет. Хотя, Вирдос играл и неплохо. А по лимиту он вообще вровень шел постоянно. Но потом какие-то непонятные действия. Просто отрубленная мысль. И то на люрублинг без обсервера это вообще было что-то. То отдача просто на бане жесткая тоже была. Аплодисменты. 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 Ха, то ускалит вторая. Да, скалит на евросервере играет, я честно говоря не знаю, где там скалит, в Канаде у себя, или может в Европе до сих пор после Dreamhack'а, почему на евросервере. Ну что, на муви пробочка сейчас видит мана, что скалит золото не ставит, но не пользуется вот этой темой на этой карте, заезжает на хайграунд. Я же вас всех приветствую, скадывайте в Гудгейм, ребят, благодарю вас за внимание, конечно же, за поддержку, за ваши отключенные отблоки, подписывайтесь на премиум, ну и поддерживайте меня, мой канал, по реквизитному описанию или через плеер. Вот, KeepBet Race Wars, день 2, второй день, будет 6 дней игровых до плей-оффа, потом будет плей-офф, короче говоря, это замечательно, много хороших игр, будем стримить из игры, все. Вот, ближайшие турниры, какие такие ланы, я не знаю, нужно следить, смотреть, завтра будет GSL 12.30, не пропустите. Ну и первый StarCraft, наверное, завтра я достримлю реплейки, может быть, еще что-то там увижу, застримлю. Ну что, оверт залетает, уманы сталкеры, он ничего не сможет сделать, третья на золоте ускалит, муфлингом делается, вижу Twilight, уманы, ранее действительно, ну как, не самый ранний, самый ранний, после сразу кибернетки, естественно, кибернетка уже есть, секунд 40, наверное, потому что варп делается 40. Так, здесь сталкер контролит мейн, овер вот висит, но мана не видит овер, по-моему, да, ну он рядом бегал, но не видел его. Скорость атаки адептом от маны, то есть он собирается, в этот раз не собирается, он что-то там мудрить, просто строит адептов роба и собирается пошатать. У Скарлетт, кстати, через коготь опять билд, ну, адепта рада, если Скарлетт через лингов будет играть, непонятная ситуация, 6 дронов на золото, а сюда 3 переводят. Ну, Скарлетт делает идеальный добычу, по уровну фактически сплитит, но на золото, шпадиальная она была, нужно отсюда не 16 здесь оставлять, пусть здесь вообще, я не знаю, меньше будет, 8, а здесь 12. Золото это быстрее добывается, нужно этим пользоваться. NCI-88, насчет Ника Шура, не знаю, кто там, чего, где, кому подсказывал. Ника Шура, не знаю, как вы везли. Эсэп, не знаю, как вы, 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 вы. Мы летали, у 크림, в нем стоять. Так, вот полетели адептики. Что-то переживает очень сейчас мана за врывы эти Скарлетт. Передробщик на мейн 8 лингов наблюдается в данный момент. Билончик еще один ман оставит. Здесь сталкера Скарлетт подрезает. Оверы, кстати говоря, уже с мум лингов 16. Здесь призмой прилетает харасить мана сейчас и попробует и отбей эту призму. Дробуются адепты. Будут ли еще варф от маны? Скарлетт не контролит адепты со скоростью атаки. 10 дронов минус 12. Жесть-то какая. Сейчас заберет мана, улетит. В это время с лингами бьется здесь. Правда, под уверчажем не понятно, почему. Так, уверчажи, правда, тут тоже есть. Дробщик на вторую базу пошел адептами. Как было минус 12 рабов, так 12. Есть золото. Вообще у Скарлетт не добывается. Ну что, мана тут переворачивает игру, делается блинг. Но у Скарлетт все еще 2 базы, 3 базы, точнее, с золотом. И у Скарлетт второй коготь заказан. Хотя у мана в этот раз вторая атака, то есть лингов зелки прессуют, вообще разрывают. Ну что, мана спускается вниз. Чаржа нету. Грейда, естественно, есть блинг. Ставит золото, призмы все еще летают. Харасит на мейн, кстати, вырывается. Линги стоят на второй. Немножечко обманул, типа Скарлетт такой. Показал, что на мейн, залетел на второй. Одного дрона подрезает, Скарлетт вообще не среагировал на этот влет. Ну, на мейне ничего нет, можно залетать спокойно абсолютно. Так, здесь, ой, здесь зелки, архончики. Тут приятный комикс. У Скарлетт бейлингов, посмотрите. Кстати, 12 бейлингов, и архон это не спасут от такого врыва сейчас. Интересно, элегантно. Ну, только лингов до врыва бейнов не надо отдавать. Витя, дропы. Ой, как Скарлетт четко сейчас все подбревает. Мана делает телепорт архонами на вторую базу сейчас. Но они не смогут, вы же знаете, что из-за застройки архоны выйти не могут. В это время мана зелками, адептами шатает, врывается на мейн. Королева всего одна, королеву адепты очень быстро заберут. Мана фокусит рабочих. Да можно королеву сбрить и фокусить. Зелки тоже фокусит. 42-32 в пользу маны по рабам до сих пор. Призму забирает, улетает. Коготь второй скоро будет готов. У маны плюс два архона, четыре штуки сейчас будет. Но чтобы с бейлинг дропами драться, нужно сплититься просто грамотно архонами. Зелков уводить. И архоны будут танковать, а зелки врываться потом. Спускается мана. Опять же пилон пробил. Нужно восстанавливать сейчас. Архонов пять. Можно встречать скарлет. Есть две атаки. Делает армор. Мана уже продолжает адептами летать. Харасит. Королева, кстати, дэмэджены очень сильно сейчас. Можно и королеву забревать. Так, адепт нужно забирать. Одного мана потерял. 26 пробок минус. Ой-ой-ой, ребята, я пропустил врыв. Сейчас бейлинг бомбы были. И на мейн, и на вторую базу. Вот сейчас овердропнул. Мана сагрился, идет вперед. Боевого лимита больше, намного, чем скарлет. Три бейлинга у скарлет до сих пор на мейне. Почему они сидят, ничего не делают? Так, здесь архоны бейнов раскладывают. К золоту сейчас подходит мана. Одновременно два адепта на мейн врываются. Бейлингов скарлет делает это только с бейнами. Можно отбить такой врыв. Ну, нужно сплит мани сейчас. Так, дропчик загружает скарлет. Нужен сплит архонов. Адептов на мейне сбрил. Призму приводит мана сюда, чтобы варпить, помогать. Архоны королев выбривают. Сплит есть. Бейлинги врываются. Нужно сплититься лучше, что мана сейчас и пытается сделать. Архонов призму забирает. Минус скарлет в итоге. ГГ. Ну что, невероятный дроп сейчас был от скарлет. Но мана просто контратаку и убил все. На американский сервер мы сейчас идем. Скарлет против бани играет. Ну что, все-таки скарлет ман, это я правильно предсказал. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 баз. Здесь есть. Здесь порка точно не достанет, я вижу. Здесь порка всё-таки достала. Ебани ещё раз либератора раскладывают. А вот эти минералы всё равно заблочены. Так, здесь королева подходит. С мейна либератора можно убить. С мейна выбивает, но здесь это не выбить в итоге. На третью можно ворваться. Здесь даже королевы нету. Рабочие наглеют. Так, либератор прилетает. Будет раскладка. Раскладка пошла прям в наглую. Скарлетт не контролит. Рабочие начинают падать. Очень активно они начинают падать. Пять дронов минус. Но нужно сваливать либератором. Отсюда здесь висит блочек. Да где реведжер? Нужно реведжера построить отсюда. Пришёл, кинул два фаербола или даже один демедженный убил. Три на недемедженного. Спайл строится. Чёртая хата. 69-56. По рабочим Скарлетт впереди очень сильно. Королева прям под либератора заходит. Трансьюзер, конечно, хорошо, но демедж либератор выдает просто замечательные потери, вы видите. Ну, конечно, бани побольше, но убивал. Но у Скарлетт всё хорошо, как по экономике, так и по боевому лимиту, в принципе. Так, секундочку, про стрим отпишу. Кто на новенького? Бегу, марш! Приступил. Месторождение минералов. КСН готов. КСН готов. Улучшение завершено. Давай, удиви меня. КСН готов. Кто на новенького? База, атаку. Высылайте подмогу. Кому навешать? Так. Так, ледокулач в курсе. Днём что-то я ледокулача не видел. Сейчас он появился. Это хороший признак. Значит, лаги, наверное, пофиксит. По градам Скарлетт впереди. По лимиту отстаёт. У бани третья. У Скарлетт уже четвёртая. Добывается вовсю. Крипа достаточно много. Вижу хайп. Будет скоро на ультралиске добавляться. Есть два танка. А чё они сидят-то? Я не понял. Прям в медиваке. Марики стимпатчутся. Идут криптумеры выбивать в центре. Вижу сейчас микоз. Как микоз пошёл. Инфестор один погиб. Танки раскладываются. Бани как-то аккуратненько к центру выдвигается. Может, проще с третьей было бы идти сюда. И уже вторую прессовать. Я не знаю. Я думаю, лаги сейчас пофиксят. Не волнуйтесь, ребят. Потому что, ну... Хотя я не уверен, что сколько там времени это займёт. По крайней мере, в отличие от того, что стрим не стартует. Как бы сразу у всех об этом известно. Да и о том тоже известно просто, видимо. Не заморачиваю от всего. А, особо. Ну что, стимпатчица Бани. Стимпатчица, когда танки уже умерли, они вообще впереди были. Танковали. А что вы сказать? Танки... А что они танки-то называются? Почему бы они... Почему бы они не должны танковать? Ну вот, к сожалению, во втором Старкрафте получается. И в Старкрафте так, что танки-то демош должны наносить, а не танковать. Так, здесь очень много био. Двойной дробчик улетает. 156-185. Скалит отступает. А вот здесь три плётки есть. Всё вообще-то в порядке у Скалит. 2-2 у Бани сейчас доделается. У Скалит тоже 2-2 сейчас доделается. На 12 часов 5-го раскачивают. И Грейтер Спайр готов. И 6 караторов, кстати говоря. Бани дропается. Прямо на Крип. Прямо в Вижен Юнитов. Скалит сейчас. Вот это бред прям. Так, медиваки сейчас будут микозом пойманы. Минус медиваки. А что марики будут без медиваков делать? Они будут стоять как бы... Как я не знаю, кто был на хайграунде. Бани выдвигается опять же в центр. 180 на 190 по лимиту. Танки в 6 штук. Нужно идти вперёд. Здесь медиваки. Здесь были потеряны у нас медиваки. Маленькие хорошие забегания, кстати, делают. Можно хату кликнуть. Райт кликом простимпатчиться только надо, разве что. Так, танки в Сидже. Идёт Бани. Идёт Скалит отбивать. Ну, простимпатчиться бы убил бы уже хату. Я не понимаю, что Бани тупит. Ну, реально тупит. Так, здесь продолжается прессинг. Реводжеры минус. По рову, чем Бани атакует. Прирост очень быстро подтягивается. Бруды выходят, обратите внимание. Так, ну, танки нужно Сидже снять, иначе бруды всё разберут. Что Бани и делает. Поступает назад 180 на 190. Танки всё новое-новое подтягиваются. Вижу либераторов. Строит либераторов, а Грейд на танки делает. На земле. Ну, сейчас вот весь выбор. Если одну арморь и на воздух, либо на землю Грейды делает. И что же в тот момент интересный. 170, 188. Забирает Бани. Танки улетают. Бруды. И здесь находится. Есть и Микос. Есть и Реводжеров некоторое количество. Бани пытается сместиться, чтобы Скалит. Со Скалит в рог не драться. Но Скалит поймала Бани в итоге. На центре разваливает. Лимиты более-менее равные были. До заказа ровущей нового Скалит сейчас. Но скупает Бани ещё немножко назад. Танк есть. Попустит Реводжеров. Но толку от этого непонятно. Танк ещё-то законтролил. А фаерболы на Мариков падали. Короче, судя по всему, 1-0 в пользу Скалит сейчас будет. Или нет. Либераторы прилетают вместо... А, ну, видит Бани, что Брудов пока не расконтролит. Здесь атакуют все базы просто Либераторы. Королева в ренже. Королева минус. На четвёртой. На третьей базе Либератор атакует. Танк минус. Ну, Королеву Либератора убить нечем. 15 дронов минус. 149, 176. Боевые лимиты не в пользу, конечно же. Бани, третьей СЦ пытаются улететь. Четвёртая есть планетарочка. Выход очередной делает. Идёт в размен. А чем убивать Брудов? Вот эту всю хрень непонятно. Викингов не строить. Либераторов в итоге добавлять не стал. 20 КСМ-ок потеряно. 187-130. Думаю, что здесь всё ясно в этой игре. Тем более, было бы неясно, если... Ну, хотя вот Гасты... Два Гаста, когда Бруды уже к тебе прилетели. Без смысла. Уже поздно. Раньше надо было думать. 200 Скаллетт фактически. Ещё за заказом с одним. Даже, наверное, может отобьётся этим Мировучим дома. Хотя нет, всё не отбить будет. Скан пошёл. Здесь можно залететь Либератором. Вот эту базу заблочить. Ну что, Бани, я не знаю, можно попытаться хоть в ничью какую-нибудь сыграть там. Хотя как ты сыграешь в ничью? Скаллетт разворачивается. Назад идёт. Бани не так уж много здесь. Здесь и часть унитов из Грона Мировуча убивает. Здесь почти что прирост там отбивается. Скаллетт. Тем более, Караптера Медиваки убивает. Отсюда не улететь будет. Да. А здесь Бруды продолжают убивать. Есть два Гаста, но они ничего не сделают. И Хос приходит. В ДГ сейчас Бани напишет. Буквально через несколько секунд. В этом сомнений нет. В этой игре ему уже делать нечего абсолютно. Инфестор не фокуснул. Нужно идти прикрывать Брудов, дожимать. В ДГ, Бани пишет. 1-0 Скаллетт. Ну, с маной Скаллетт тоже первую игру взяла, нужно помнить. Но в итоге проигрыш ожидал. Продолжение следует. Пользователь ФДжентас активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Евгентус. Спасибо всем, ребят, за поддержку. Так, Бани говорит. Скаллетт, ты можешь поменять и твой предпочтительный сервер, ну, первый сервер, который предпочтение на восточную Европу. Чтобы у меня ПИНК-300МС не был. А что там? В смысле, восточное побережье, типа, восточная Америка, которая ближе к Европе, это побережье, получается, восточная США. Ну, у нас только просто США, вот, например, здесь. Значит, у них какое-то разделение прям такое есть в Америке? Ну, интересно, интересно. ГЛХФ, Бани пишет. Ну, а, у нас и у нас. Спасибо, Enigmas. Илюх, привет ещё раз. СССР готов. СССР готов. Скарлетт, 17-я хата, пул, 3-я хата до готовности пула, в стиле как Блай открывается против процессов. Такой же билд. Металлополис увидит, не, но металлополис это совсем перебор, это карта ещё более даже была с кривыми респами, такая имбовенькая. Здесь-то точно, наверное, не будет использовать. Хотя я не знаю, что там за карты в будущем будут и какой маппул. Я уже больше 10 карт, по-моему, видел за 2 дня первых. Ну что, третья хата почти готова уже, первые 2 раскачиваются, королевы добавляются, уже третья, четвёртая строятся, одна вниз пошла. Нужно криптумор какой-нибудь бы запилить, не помешало бы. Риперы от бани, кстати, 2 барака риперы в бане. Островные карты, как в Брудваре, до сих пор. Пользователь Тинольдор активировал премиум на ваш канал. Красивый Тинольдор. Красивый Тинольдор. Красивый Тинольдор. Красивый Тинольдор. Если бы были островные карты, то их бы уже сделали, если бы хотели бы. Пока их нет, значит, собственно, и не планируются. В Брудваре тоже потом, ну, с определённого года, с определённого момента отошли от островных карт полностью. То есть, были такие полуостровные, там, на Корейской лиге, я забыл, как она называется, где проход только на Зелков, на юнитов узких очень, но полностью островных не было. Ну что, прилетает баня, подхарасить собирается. Пару гранаток. Криптумор выжил здесь чудом. Фокус рабочий пошёл, за один вышел. Конечно, тут шесть риперов ворвалось. Даже пять сударов укусят, очевидный момент. Спрыгивает вниз баня. Пять дронов уже минус, шесть дронов минус. Начало, в принципе, для тирана. Ну, нормальное начало такое. Королев, внучка, гранатками тут подхарасил себя немножко. Тоже подхарасил, правда, гранатками. Трансьюзы от Скарлет идут. Ну, всё, больше рабочих убить не получится. 70 лимита Скарлет на 55 бани, 40 на 50 с чем-то рабочий. Сейчас 42 на 56 в итоге ситуация по рабам. Реактор на второй барак ставится ещё. Так, две инженерки пилятся. Реактор на факте, скоро Старкор будет запилен. Ну, с ТЛС третьего дня я сейчас буду выкладывать на YouTube вместе с вот этим вводом тоже. Завтра ещё ТЛС, наверное, постримлю. Посмотрим по расписанию, по всему. Там репки ещё остались какие-никакие. Плюс постримлю, возможно, я... Невозможно, буду стараться, если ни с чем совпадать не будет, со вторым Старкрафтом, чем-то другим, буду стараться стримить корейские первого Старкрафта турнира в прямом эфире. Линги камни грызут две штучки. Ой, долго им придётся их грызть, конечно. Роучи выходят, но роучи сейчас помогут строить Скарлет дронов. Третью всё полностью. СК-65 рабочих. По лимиту впереди, 1-1 там и там делается, у Бани и у Скарлет. Бани добавляет бараков, прирост наращивает. Два экстра сапплая на рампе, блин, опасно, конечно, они стоят, могут погибнуть. Вижу армори, пошло армори тайминг такой, что по-любому успеет. Готовности 1-1 даже раньше. С 2-2 можно будет сразу заказывать. Ну и с форками Старлет обносится сейчас. Так, залетают медиваки, улетают. Не получается дропнуться всё, здесь в спорках залететь прямо для дропа тяжело. Хотя вот здесь вот, например, ничем не прикрыт мой. Можно вот отсюда пролететь и вот сюда дропнуться, например. Ну и либо на мейн. Хайф у Скарлет пошёл. Камни, наконец-то, роучи проблевают. Может четвёртую ставить. Вижу, микоз пошёл сейчас. В общем, не микоз, грейд инфестором на энергию. Скоро инфесторы будут заказаны. Заказан хайф. Кстати, хайф очень быстрый. Ну вот, относительно быстрый хайф. Потому что роучи муф одновременно с хайфом был заказан. То есть только вэйр доделался. Получается, и хайф сразу пошёл. У бани 2-2. У тирана, у Скарлет тоже 2-2. По грейдам вровень практически идут. И вот, как я и говорил, дропнулся бани. Вот сюда вот и прибегает на базу в кармане. Семь дронов проблевает. Ну, роучи крышки. Нужно улетать. Улетает. Таким же маршрутом можно было вот сюда куда-нибудь дропнуться. Ещё раз. В это время на четвёртой базе двойным дропом. Плюс рипер, который гордо всех вперёд ведёт. И погибает сам. Пробревается хата, видимо. Ну, она была отмелена, наверное. И юниты тоже. Так. Стимпатч с бани. Крип весь собирает. Весь здесь по 40 на 150. Ситуация по лимиту сейчас. Не в пользу бани. Но это очень близкий лимит. Учитывая грейды, учитывая количество бьёв. В принципе, хорошая ситуация. И маленькие танки, получается, делает у нас бани. Как многие тираны с зергами сейчас. И в стиле, как играет тот же Ютермал с... Процессами. Так, зерками корейцы так играют. Две факты марики. Мародёров не строят. Так, опять попытка четвёртую отменить. Не очень удачно. Но вот выход от бани одновременно идёт. Дропнулся на мейн. Отдал один медивак. Один успел дропнуться. Четыре марика успело дропнуться. Один остался медиваке. Можно попытаться королеву пробрить. Забегает бани в карман. Сейчас четвёртую отменяет. Подходит Скарлетт в третьей базе. Танксиш. Так, ваерболы пошли. Танки живут. Три штуки. Их марики подходят новые. Уходит Скарлетт наверх. Как флэш-то хорошо заходит здесь, конечно. По танкам. Ваерболчик пошёл. Можно было успеть забрать танк. А, густания было. Навряд ли бы успел бы. Без густания не долетел бы. Можно было и медивак, и танк бы отдать в такой ситуации. Есть ультралис кэвер у Скарлетт. Но нет заказа ультры. Опять бани успевает танк забрать. Марики новые приходят. Плюс танки. Нужно принимать бой. Сиджатся танк. И сплетятся моряки. Один танк забирает. Законтролил бани в итоге. Но Скарлетт дерётся. Марики без тимпакта, кстати говоря, дерутся. Только сейчас бани заметил это. Ещё марики-мародёры приходят. 148-158. На грани здесь такая битва идёт. Бани прислуют. Роучи реводзеров падают. Одни роучи почти остались. Танк там выдаёт издалека дэмэдж. По королевам, правда, нужно было по роучам выстрелять. Было бы неплохо. Потому что по бронированным больше дэмэдж, чем по небронированным. 135-161. Скарлетт держится пока. Но проблема в том, что за счёт того, что четвёртой базы у Скарлетт нет, нет возможности никакой сейчас добавить ультралов достаточного количества. И бани проблевает, знаете, 128-138. Разваливает всё. Вот лимиты уже и равные. И 3-3 у бани делает. Всё замечательно. Ультралец к-1 сейчас выйдет, но он без грейда на уникальный армор. Поэтому он ничем особо тут и не поможет. Скарлетт. Да, у него 2 армора всего лишь. Третья падает. Хата судя по всему 1-1. Напряжённые последние 2-3 получаются. Таких я вам скажу. Будет решающая игра в этом матче. Ультралец моментально падает. Но без армора в лотве ультрала это смешно. Они и так-то и везде жизненькие были. Без армора они такие же, как в ход сей воли. Но вот с армором они совершенно иного качества. Вот из четырьмя тут есть. Так, Firewall. В бане граммов поворачиваю. 136 на 125. Скали четвёртую заняла базу, которая практически роль третьей выполняет. Сейчас другой нет. Там даже газ не добывает. Поэтому переход в сторону минералов. Ещё один ультрал выходит. Минус ультрал моментально. Танки два без сети даже дерутся. Ну и этого достаточно. Приходит прирост от бани с другой стороны. 122-112. Скажет, пока держится. Там уже газты у бани против ультралов пошли. Фугасов как не было, так и нет. Но это чисто евро. Тиран сразу видит. Но у бани ещё в ход себе, я помню, когда он начал тащить. Более-менее у него постоянно фугасов не было. То есть что-то и не видит нифига. И здесь также не видит. Ну вот в 2016-м-то это непростительно уже такие ошибки. Как и ключевые грейды. 50 на 50 для юнитов, которые у тебя немерено не заказываешь. Так нельзя. Но, тем не менее, и без фугасов хватает здесь. Сейчас карлет пока держится. Но здесь уже с гастами бани приходит. Кого он к нам пришёл тут будет, я не знаю. Королеву можно 170 и 5 кп у него оставаться будет. Наверное, специально сделано, чтобы королеву не убивал. С удара. GG, скарлетт пишет 1-1. Нелёгкая прогулка для бани, но и проигрывать скарлетт он не собирается. Так, ребят, скажите, больше не лагает. Ледокулыч говорит, всё нормально должно быть. Значит так и должно быть. Захожу в игру. Захожу в игру. Шаг. Захожу в игру. Шаг. Не работает. Шаг. Работает. Субтитры сделал DimaTorzok Поехали! Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо ему большое! Спасибо! Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, спорка заказана Ридер пока никого не убивает ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok так Скарлетт и Баншу отдал. Хотя нет, спаслась чудом. Королевы догнать не могут. Ещё и дрон подрезался один. Нет, Скарлетт контролит, хорошо. Но Баня не хочет улететь, Баншу выщиньте. Он хочет так, хотя он улетит так и так. Не отдаст. Ещё одна на мейн врывается. Спорки кривовато, мягко говоря, стоят. Можно с этой стороны залететь и убивать рабочих газов с этой части минеральной линии. Хотя есть Уверсир, но он где-то непонятно, где летает. Спайр плюс Скарлетт строится от Банши. Здесь Банша залетела и откуда-то... А кто дэмэджи-то и сколько нанёс? Не понял. Кто-то нанёс. Несколько дронов Баня подрезает. Так, здесь ещё задним гонится. На третьей базе нету спорки и не было. Зато есть Уверсир. Сейчас Королева начнёт атаковать. Минус Банша в итоге. Только Рабадов укусил Баня. Пытался увести. Не увёл. 8 дронов. Минус плюс к 5. Изначально 13 погибло. Но по Рабаму Скарлетт на 10 больше. Так и так. Два газа на базе в кармане. На третьей пошла. Ти не в кармане, а на третьей вот она в кармане. Милишные грейды. Бэйлингом скорость. Бэйлингом утка. Лингия стандартная. И четвёртая хата. Вот Скарлетт от Банни. Тоже стандарт. В принципе, Билл сейчас добавляется. Так. Так. Субтитры делал DimaTorzok Два медивака, выход от бани Идёт мариков двадцаточка Идёт, кстати говоря, ровное число Так, скан минус криптумор Один муталец немножечко кривой маршрут выбрал Пролетел прямо над этими отморозками Наркоманами, они, конечно же, его расстреляли Ведь это же Марики Они простимпачились Что ему ещё делать Минус хата А успел отменить, в итоге бани уходят Ой, как мутка от скалет залетела Минус где-то 3 или 4 муталецка сейчас было Рабочих Скалет плюс 1 ещё погиб где-то Не знаю, где он погиб Помимо тех, что баньши нахарасили Муталецка в скалет потерял за то 4 штук Нет, 3 погибло До этого ещё один муталецк был Так Вооружён и опасен Кому навешать Месторождение минералов выработано Так, спасибо, Родинг Хэт Вижу 995 на вебмане Спасибо тебе большое, очень приятно Там комиссия небольшая какая-то Спасибо за поддержку Так, здесь идёт баню убивать Скалет Отбивается Там прессует четвёртую базу В данный момент Ну, скалет не согласна Отбивает всё Нафиг сейчас Пока запиливал ФП поставил Как раз бой в это время произошёл Ну, в принципе, он был виден 2-2 у бани Правда, раньше Посмотрите И по лимиту-то Ненамного он проседает В итоге То есть, по грейдаму сейчас вперёд Четвёртую Четвёртая хатка, кстати Это пятая хатка Она выжила Четвёртая убивается 80 дронов у скалет Офигеть вообще Так В бани везде разная Там комиссия На самом деле Везде есть комиссия сейчас Приходит Так Приходит бани Крип, кстати Очень грамотно бани Отконтроливает Скалет Не получается далеко Распространить Минус танк Либераторов Нет, на либераторов Забрать не получается Скалет Марики Их очень грамотно прикрыли Кстати, с прироста Они вышли сейчас И прикрыли 151-173 по лимиту 2-2 скалет Делает У бани Делается Вторая атака На технику наземную Вот Но танки Ну, кстати, нет Танки-марики Против линга-беллингов Это достаточно эффективно Но Вход с этой минки Как бы Самое эффективное Против этого было Минок особо нет У бани Муталетский У скалет 1-1 И второй армор Уже пошел Муталетский Хорошо грейжен Любимый стиль Скалет, кстати говоря Вход сейчас Она использует Грейженые мутки И грейженые линги На 2-2 Грейдах Правда Хайф обычно По этому стилю У скалет сверхпоздний Потому что мутка На 2-2 Плюс линги На 2-2 Это достаточно было Практически Вот Спасибо Ротингхед Еще теперь За поддержку Ребят Спасибо всем Кто поддерживает Очень приятно Сейчас это нужно Сейчас и вебку Нужно брать Не знаю Там нормальная вебка Даже стоит Сейчас учитывая курсы Валют Думаю Прилично Вот Сейчас переезд На квартиру Идет Там сейчас Дива на кровати Ремонт Маши Создать В это время Отскалет Контратака К бане Пробревает Бани дома Здесь Атака идет Превает Все био Нафиг Сейчас У бани Остается буквально Несколько мариков И танк Муталисков Немерено 8.4 152 По-моему Здесь в этой игре Все ясно Становится Скалет А что-то уровень Поднялся Я не ожидал Прям что она Так четко Будет отыгрывать Все провальное Уступление На римхаке Было 40 ксмк Минус У бани Ордена Тарсена Пошли ЦСшки Падают На земле У бани Кстати И раньше Я замечал Это Ну что же Что-то Скалет Я не верил Скалет А зря Не верил ГГ Бани Пишет Мана Все-таки Скалет Пробрел А вот А вот Со Скалет Не смог Бани Разобраться Так Короче говоря Ребят Кончился у нас Клан Варежка Не клан Варежка А Опа Что я вижу Ребятки Я вижу Первый Игровой День От Лиги СК2 ТВ Импрув Которую Я в принципе Стримлю И что самое Интересное Посмотрите Кто играет Сейчас Он сказал Что возвращается Он вернулся И уже КРН Команду 3-0 Ведет Красавчик Вортикс Вернулся Ребят Но Сейчас Секундочку На сегодня Я думаю Что я прерву Сейчас Хотя Подождите Я сейчас Подумаю Немножечко В принципе Я могу На эту Лигу Еще Ворваться Вот Надо Узнать Кое-что Мне Вортикс Протумаю Которую Команду Которую Команду Рокторая К dak Человека очень красиво, так что это очень красиво, если Баланс продолжается уходить от двух игроков, но у них нет никакой связи. Продолжение следует...